поехали я заметил что ночью twitter включал нам stories а потом отключил я успел короче запустить stories и к себе в аккаунт и в аккаунт короче завтра каста и у завтра каста целых пять человек успел посмотреть и они где-то через часах выпилили а почему выпилили а просто там они же отмечили поэтому они тестируют до сих пор раскатывать туда-сюда туда-сюда анонтики чего это прекрасная гифка я все еще в восторге он даже на это не проигрывать ты просто знаешь что на хорошее ты все что нужно знать про эту гифку прекрасный в твиттере есть простит боты и твит бот не проигрывает в телеге посмотри на вот вижу ну блин вообще я могу сказать что конечно ремикс на этот разговор про папу и сын к я считаю что это промот сам по себе до 3 вакууме реально в трек года просто это вот прям реально охрененно крутой трек особенно как гекон там флексы знаешь гекон это как бы тебя нашла к ушел пошли его по чуть деньгами я тебе звоню да 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 там же он прям реально круто сделал пром ритмичный то есть вот если тебе хочется дим получить хоть какую-то веру в русский рэп как бы то ты можешь так подкаст назвать вера в русский рэп я в дичайшем стрессе пацаны я только что перед подкастом навернул стейк уругвайский и а теперь сижу жру рафаэлов мои любимые хорошо тебе братишь мне прям сротенько могу представить так ну чё как у вас дела пока мы не начали чем пока не начали шуешь я вижу бред всем привет всем подкаст можно знать охрана-отмена окей кому завтра доставку подтвердили ну а зон по идее рису как бы посмотрим как бы ну ладно заказывал нет мне очень интересно что что у многих у многих чуваков сейчас мы пришли уведомления всякие о том что заказ готов к тому чтобы его забрали в магазе в видео например и пиши нога но когда туда звонят говорят что типа да можно забрать но только 19 но забрать можно и я так понимаю что типа завтра люди просто пойдут типа и будут забирать не знаю братан это как-то вот у нас у кучи народов чата кстати так сделали такое давайте в димка эти время завтра в том же самом видео куча народу пойдет и заберет в итоге своим консоли я не заберу не собираюсь никуда ехать пусть мне везут бля ее 19 сентября или когда-нибудь мои обещали мне привезти суки пусть привозит нее 19 сентября так я включаю камеру готова через год давай через год диме привезут концу всем привет во-первых добро за место 11 рублей дежурный за нос любимым подкасту жду по спеть подскажите какую гарнитуру взять догонку раньше звук просто стелика слушал а хочу прокачаться судя по всему на ps5 работает обычная гарнитура gold так что можешь сэкономить мой совет сэкономить и поступить как дешевая жопа и купить себе playstation gold потому что они работают на playstation 5 идеально просто всовывайте свисточек важный момент когда вам завтра придет playstation 5 ни в коем случае не засовывайте свисток в задние usb я вас предупредил это опять какие-то эвфемизмы непонятные пока она хотя бы не заснет в общем я объясню почему дело в том что поскольку свисток типа торчит и если у вас консоль хотя бы ну сантиметрах 15 а стены например стоит как у меня она сзади как раз выдувает воздух горячий и свисток в какой-то момент у вас начнет барахлить потому что он перегреется у вас натурально я прям взялся цветок и он прям горячий был ну то есть натурально реально горячий а вот на xbox и братишка такого нет знаешь почему там не потому что нет там все есть просто воздух просто воздух сверху горячий а все снизу там все холодное понял я вижу проектировщики microsoft а в очередной раз просто как стояли свою как стоячих сделали сани понял вот так короче пацаны реально вот я по вас заклинаю не втыкайте назад да воткните в передние usb вот мы все-таки 13-летние пацаны такие знаете которые после школы обсуждают просто если бы у нас был подкаст про отношения то у нас бы тоже мы говорили я вас заклинаю не втыкайте назад но просто другого угла ну в общем смысл в том что голды работают очень хорошо причем на playstation очень сильно поменяли интерфейс работы именно наушников таким образом что на playstation 4 когда нажимали на кнопочки было непонятно блять вы на что на вообще нажали и что сейчас происходит ну то есть там идиотский интерфейс управления гарнитурой был здесь все идеально вы нажимаете качельку который переключает баланс между игрой и party у вас появляется полосочка где прям баланс влево вправо между party и игрой то же самое с громкостью нажимаете и у вас прям полосочка с громкостью прям идиот вот и там типа соответственно нажимаете там типа 3d звук он прям реально пишет иконочку специальную типа ну то есть оно очень хорошо работает и кому я прям совет учитываешь так оставь это все до 7000 моменты как ты будешь обсуждать playstation там я не буду про это говорить ну хорошо ну даму чекла у нас рублей димка сегодня как амбассадор пока гейминга тему расскажи пожалуйста подключаются ли airpods и к ps5 не работает с bluetooth наушниками никакими могу сказать что иксбокс тоже не работает с наушниками странно как у меня непонятно что странного пацана знаете кто работает с bluetooth наушниками на свитч можно оценить к свечу джейден за 100 рублей просто приветствие привет ты чал а так кстати это чувак который рисует до 100 рублей предпарни хорошие записи подкаст крутого вечера 8 врата это мне нравится история из twitter помните когда типа я конечно все понимаю но я не думал что меня морали будет учить человек с никнеймом с никнейм с никнеймом фуи в говне ну бывает что же давайте начинать да добрый вечер дамы начинаем завтрака с номер 205 и сегодня в нашей виртуальной студии ваш ведущий дмитрий замбак сегодня со мной мой соведущий тимур сейфер млюков привет тимурчик это я и с нами в виртуальной студии из далекой казани максим зарецкий привет максимка здравствуйте димка потом вырежет этот кусочек нам тут в комментариях пишут что свеч не работает с рпц я вспомнил я сейчас вам напиздел знаете почему ну потому что playstation vita работает с рпц у тебя какие-то соцсет то что типа консоль маленькая портативная автоматически работает блютус я вспомнил я просто помню прям скриншот и ты перри реально реально вида vita работает а свечи реально не работает так что извините я напиздел димка потом уж это вырезать так этого не будет начали мы только что начали что да в общем пацаны мы начинаем 205 завтра каст у нас уже подходит потихонечку год концу в общем то мы скоро скоро будем подводить итоги года где-то наверное через месяц напоминаю вам что через месяц завтра каста будет день рождения ему исполнится пять лет мы душе не берем что делать потому что ситуация в москве с коронавирусом только ухудшается на данный момент поэтому мы пока что склоняемся к тому чтобы ничего не делать а потом знаете когда вакцина у всех будет все про чипируют когда опять же вышки по наставит как 6 вышки по наставит 7g вышки по наставит в общем вы поняли идею да про 5g мы еще сегодня поговорим как бы но вообще у нас сегодня подкаст знаете необычный во первых напомню вам мы вас предупреждали в одном из прошлых выпусков о том что ноябрь и декабрь это такие вот месяца когда с точки ну из-за того как работает рекламный бизнес и вообще рекламные типа медийные рынки так получается что количество рекламных интеграций обычно в медиа в ютубе везде-везде немножко увеличивается вот поэтому астрологи объявили месяц слива пиар-бюджетов два месяца количество интеграции увеличилось вдвое да примерно так поэтому как бы в нэнте как говорится завтра каст сосет хуи примерно типа полгода год но под но под конец знаете как бы вот мы вас просим чуть-чуть потерпеть вот но прикол в том что у нас довольно классный будет анонс посреди подкаста и очень интересная коммерческий блок который вполне возможно что многим понравится мы про него поговорим чуть попозже а сейчас мы начнем с того что нам опять же занесли причем занесли наши старые товарищи магазин с рукавами рф самое лучшее название сайта ever который просто вот просто вот лучше придумать было нельзя я напоминаю вам с рукавами . рф мы напоминаем вам что это такой тип если вы с нами не так давно и не помните в общем-то наших товарищей это чуваки которые делают пледы в россии ну то есть российская компания они в россии ищут пледы с рукавами внутри забыли только бреда там еще всякие полотенца причем тот самый лучший который вы все принимаете за флаг украину у меня на окне вот он замечательный ты их приятно и он у меня помимо того что работает как лет он работает у меня еще и как шумоизоляция прекрасно чтобы окно не звенел у димки в общем смысл личный личный опыт у них на зале очень крутые плены они классные как раз первую очередь для того чтобы в них работать смотреть силы и прочее прочее потому что это реально огромный плед в котором есть рукава и вы можете например сесть вдвоем с девушкой где-нибудь там про на диванчике берете надевайте такие в пледике и вам очень классно и романтика и руки при этом как бы не заняты ручки то вот они у них еще кстати есть грелки и вот я смотрю на грелки прикольная штука то есть ты как бы наливаешь туда воду ну типа там кипяток и так понимаю что ну либо какой-то это форма на нее надевается вот эта плюшевая часть и у тебя лисенок греет тебе ручки и ножки можешь положить в кроватку если холодно если лисенок очень крутой вообще я могу сказать что это идеальный подарок если вы прямо реально думаете о том что подарить и как бы там типа я не знаю маме там еще чего-нибудь и вот особенно взрослым людям кстати подходят такие штуки очень классно ну и вообще в целом мне кажется довольно прикольная штука плюс у них еще всякие там тапочки меховые есть короче мы вам советуем и напоминаем вам что с промокодом завтра каст пишется латинскими буквами ну в общем то как у нас на английском называется завтра каст скидка 10 процентов на все товары вот поэтому приходите покупайте подарочки покупайте для себя и в общем будем надеяться что вам понравится что мы сами у нас у всех есть тоже эти пледы как бы и в общем то они прикольные короче наше главное наша главная первая рубрика слухи недели слухи слухски слушайте на эту неделю произошла очень забавная история с компанией капком я уверен практически что в компании капком совершенно не думать что история забавная но но как бы для нас для людей которые следят за всем этой истории она конечно довольно смешная дело в том что компанию капком взломали и взломали все их внутренние сервера внутреннюю сеть целиком и запустили туда вирус шифровальщик зашифровали им что-то около двух тысяч компьютеров по некоторым данным что довольно много если даже так подумать вот допустим есть эти департамент наш там чек на 30 и тебе надо 2000 компьютеров перезалить сейчас я думаю я думаю на геймпаде от dualsense на шнурке от dualsense вполне легко может повеситься какой-то ну тоже забыл очень лекарство за боже что езжи система автоматического деплоя но не компания компания система автоматического деплоя называется знаешь как она называется хироки хироки 7 же 20 лет до лизай под стол и перепрошивать заливай винду мир заново ради переустанавливая весь windows таков путь самурая короче компания капком взломали зашифровали им все их данные по некоторым данным вроде как даже какой какую-то часть бокапов но слава богу до их серверов особо не добрались но данных зашифровали довольно много в том числе и финансовую отчетность и различные истории связанные с некими презентациями новых игр и самое обидное наверное для сотрудников капком что слили персональные данные около трехсот пятидесяти тысяч сотрудников капком разного года ну то есть в том числе и старых сотрудников которые уже давно в компании работают их семей их там коллег и короче дофига все слили все это зашифровали и потребовали от компании выкуп в какое-то количество бинткоинов там что пересчет был что-то 11 миллионов долларов по-моему что-то около того в биткоинах короче для маленькой бедной инди компании это довольно много неподъемная сумма капком в итоге платить я стала вот я просто хотел сказать что типа знаете когда упираешь руки в боки и короче идешь в полицию потому что полиция ты поможет разобрать оба эски где-то 10 секунд задержки без перед тем как она подключится обратно так мы в эфире то есть никто не провел параллели а по-моему они очевидны это пару месяцев назад взломали шифровальщиком компанию маленькую индия от которой не зависит никаких критических функций в авиации и в навигации гармин на заплатила лежала нахуй все ты должен понимать что у гармина лежала нахер все все сервера у них не работали умные часы у них не обновлялись навигаторы у них самое главное что гармином пользуются почти всем на этом которые самолетные и водные на кораблях да то есть это вообще критическая инфраструктура но они пошли заплатили тихонечко все они пошли заплатили да то есть ничего не слили потому что они заплатили они платили там что-то до хрена там проблем очень большая сумма проблема с капком то что их взломала хагерская группировка которая известна тем что однажды ну просто это был несколько лет назад это же хакерская группировка взяла на себя ответственность за другой взлом и там люди заплатили а им ничего не расшифровали понимаешь поэтому я думаю что в капком вот так почесали тыковку и такие да пошло на фуй ну то есть я других причин не вижу ну и вдобавку всему мы же не знаем насколько это сильно серьезные утечки из утечек стало известно вот что во первых resident evil village это новая игра серии resident evil восьмая часть которая просто теперь якобы эксклюзив playstation ну как бы нет якобы ну нет ну нет 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 мультиплатформа мультиплатформа якобы выйдет в апреле 2021 года до этого как бы даты релиза мы не знали вот типа двадцать первый год выйдет на все ом включая xbox one да это выглядит правдоподобно второй момент у этого же resident evil будет мультиплеерная часть и это мультиплеерная часть это пара пара пам королевская битва деревня а я я даже знаю как она будет называться деревня дураков ты стопором бежишь просто играет та самая музыка да ты запускаешь тут 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 запускаешь королевскую битву в деревне ах да это же пабджи ну то есть можно даже ничего не менять вот серьезно я не очень понимаю нахер она нужна ну подробности особых нет поэтому посмотрим что это такая за королевская битва второй момент есть такая серия игр называется ace attorney если вы играли в феникс райт да то вот пожалуйста про него выйдет целая коллекция из нескольких игр уже слили презентацию в которой видно как битвы даже коробки да это тоже вполне себе правдоподобная история мы напомним вам что и сатурни это очень крутая на самом деле серии игр как раз таки вот про она такая типа полуанимешная визуальная новелла до про соответственно адвоката и про прокурора разные игры в серии про разных персонажей но типа не все вместе в одном мире и прикол в том что она выходила сначала на нитендо ds потом его перевыпускали везде где только не лень включает даже айос вы можете даже там не поиграть вот так что она хорошая на самом деле она клёвая на реально но то что я выпускает еще и на ps4 на свече ну как бы очевидно было бы отлично следующий момент некий проект под кодом названием гильотина выйдет на свече в феврале на остальных платформах выйдет в мае чё это такое есть предположение у вас мне кажется что это скорее всего или какой-нибудь из резидент и пилов портируют старый или же да короче или какой-нибудь там dragon's dogму или еще чем в этом роде я думаю это вообще какой-нибудь аниме говно или или дебил мой край помните помните историю с вот этой инди метроида ваней который капком выпускал в apple arcade как она называется хер пойми как вот это может вполне легко какая-нибудь типа похожая игра да уж название не говорит ни о чем следующий не анонсированный пока проект капком под названием рейва выходит в мае это явно тоже кодовое название платформа не упоминается что это такое черт его знает но я напоминаю что было же в японии период этого да рейва рейва не был а это новая новая эра а новая то есть вот сейчас ушел император пришел новый император и теперь в японии стала эпоха рейва этих на викинг такой врывается монстр хантер райс это кашет старый какой-то да монстр хантер не монстр хантер райс это то что для свеча выходит монстр хантер монстр хантер райд выйдет на пк у меня у меня без проблем было я ничего не могу с этим сделать у меня тут же без проблем вы отлично видно в эфире вы все да нет смотри resident evil 4 выйдет под окулс вар под окулс вар им имеется ввиду естественно квест который собственным железом мобильным на борту то есть это как раз супер правдоподобно звучит как у себя представляете нет связи с сервером убедитесь что вы указали верный ключ трансляции как же я это тогда стримлю хибанаты в гугловые мы все еще в эфире да убедись пожалуйста что ключ трансляции верный дим а то вдруг ты транслируешь куда-нибудь не в тот канал например я прекратил трансляцию ключ в шоколаде да слушайте помимо всего прочего еще эпоха диалапа ушла дима димка ты опять рассыпаешься у меня все хватит 10 fps у тебя это у тебя нагрелся твой macbook пошел ты нормально у макса все нормально понял порядке я сейчас я сейчас параллельно запустил fastcom и смотрю что вот он мне показывает что мне 190 мегабит были если я сейчас запущу fastcom ты просто вот и не значит с тобой все заткнулись сейчас там два два мегавита помимо помимо очевидных франшиз утекли еще некоторые другие прикольные штуки например новый многопользовательский шутер якобы делает капком под названием shield и самое прикольное не в этом даже что они там хотят свою радужку запилить а тот факт что там утек документ того как они будут работать с аудиторией а чего-то решил что это будет своя радужка я практически верно что это будет идиотский многопользовательский шутер оля как они делали по резидент и вулу как он там назывался нет что-то там и амбрала бомба амбрала бара саны еще круче это будет шутан про динозавров да да короче это динокризис что ли только мультиплеерный никто не знает это но он называется сто процентов shield и там будет шутан про динозавров я хочу прикол в том что там утек документ в котором рассказываются как вообще это будет двигать и там в общем то мы с тимуром посмотрели там написано такие достаточно здравые вещи и не там а довольно все адекватно написано как вопрос только в том что получится ли у капкома все-таки что-то такое запустить потому что они смотрите это точно компетити в шутан потому что если вы посмотрите они вот сейчас нас на видео они описывают что они собирают это по сути причем шутан явно будет с героями или что-то в этом роде потому что у него будет некая полная версия которая выходит типа впоследствии но они решили взять маленькую часть игры что-то типа 5 процентов что ли или 20 процентов короче какую-то маленькую часть игры взять и ее запустить как демку только на пока за полгода до основного релиза и по сути как бы набивать туда потихонечку людей с пока бустить среди стримеров чтобы все там типа играли вот эти компетитив вот эту игру и думали как это там классно как это там круто и как вот сейчас я буду там на эти динозавров крошить прикол в том что они опять же через полгода собираются выпустить вер полноценную версию для пк и для консолей за бабки и мне вот интересно вы знаете хоть одну игру которая такая вот бизнес модель была чтобы выпускали типа по сути на халяву какую-то часть типа игры и как по сути называли бы ее или там early access или демо релизом да а потом бы за бабки выпускали полную версию игры ну теоретически это похоже немного на историю с батл пассами ну то есть грубо говоря ты покупаешь игру она типа бесплатная или там стоит очень дешево все остальное покупаешь батл пассами даже та же хрень с радугой ты можешь купить стартер эдишн который прям совсем совсем базовый а потом докупать оперативников через сезон я практически макс что стартер эдишн скоро будет вообще бесплатно отдавать да я не почти я уверен что ее же периодически вроде по-моему бесплатно периодически бесплатно я имею ввиду вообще для всех то есть как бы это постоянно бесплатно сделают ну окей но в общем смысл в том что а потом внимание они туда будут хуярить dlc dlc мультиплеер шутан как вы себе это представляете я тоже я тоже себе не представляю и мы не знаем конкретно о чем идет речь то есть как бы deal сишками вот смотри как например распространяется сейчас файтинги практически все всякие текины и и стритфайтеры тоже капком у тебя дает определенный набор персонажей оставшихся ты покупаешь типа как dlc то есть это как ты просто разблокируешь себе этих персонажей чтобы ими играть понимаешь то же самое здесь чем проблема если ты мультиплеерный шутан с динозаврами допустим хочешь побегать трицератопсом на я шучу конечно но кстати насчет динозавров откуда ты это взял потому что я вот вижу только на вот этом утекшем скриншоте презентации там нарисован птеродактиль и нарисован тирекс это вот оттуда динозавр перешел может это просто иконочки какие-нибудь которые что-нибудь означают да ну конечно да просто так типа они думали что выбрать светофор эмодзи с говном или тирекса и птеродактиль а просто девочка которая делала эту презентацию она любит динозавриков что не так да я тоже так думаю конечно очень логично очень логично я могу сказать так я не жду нового шутера от компании капком потому что все их мультиплеерные потуги они скажем честно сомнительно знаешь какая это может быть потенциальная игра хорошая да какая это мой это может быть мультиплеерный шутан во вселенной lost play нет блять ты мне на потому что у нас планет как раз был про динозавров и он как раз был вот шутаном ходил бегал и сделал динозавров ну там не динозавры там какие-то такие непонятные монстры были огромные монстры да я там замерзла и что постоянные выбираешь это было по моему в третьем до этого как будто и нигде я играл только в первой сейчас я не играл 2 3 потому что мне кажется что это реально может быть в основе потому что они про него забыли ну то есть типа он же выходил но его как бы типа как бы он есть него как бы нету вот а там реально же такие типа вот огромные ебы ходят гуляют короче и похоже реально на мультиплеер шутан которым можно дальше метание несчастного капкома утек исходный код dmc 2 скатертью дорожка удачи тому человеку который будет разбираться в этом блядском говне потому что я напоминаю что devil may cry 2 это настолько отвратительная игра что про нее просто все забыли сразу же и не существует ну потому что она делает вид что ее просто нет вот знаешь это как вот ты любишь приводить пример с battlefield хардлайна нет вот да вот просто ее нет она неудачная ты знаешь ты знаешь это как это devil may cry какая прекрасная была игра жаль они сразу сделали третью часть да 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 примерно так и было да я вам брала хрониклс тоже до свидания спасибо как говорится пусть в вашем доме всегда пахнет говном самое интересное из утечек земля ему говном блядь самое интересное из утечек то что во первых гугл стеди помните такую гугл стеди что де заплатила капкому 10 миллионов долларов за то чтобы на их платформе был резидент его 7 и 8 ну который новый который выйдет что-то сказать земла земля чего-то как-то мне кажется дорого для гугла ну то есть как они себе это обосновываю то есть я думаю 10 миллионов долларов гугле это бизнес бизнес слачь одного с удара пить чая и капитализацию хорошо ладно окей покидим к тому же хочется наверно как-то вернуть нет ну ты же понимаешь что они рассчитывали на то что к тому моменту когда выйдет условно резидент и вилл 8 в стадии будет примерно 15 миллионов пользователей примерно 5 миллионов из них купят игру в стадии по фул прайсу за 60 баксов я думаю я по тебе просто верю что вот как там алекс хатчинсон или как там звали чувака который там сейчас возглавляет хатчинсон хатчинсон да хатчинсон он такой сидит и считать так 5 миллионов умножаем на 60 получается 300 миллионов долларов и он такой были обратаны но 10 талямов из трехсот то можно отстегнуть но вообще говно и я думаю что он немножко просчитался и за насчет просчитался но мы мне просто удивило то что google вообще платит за эту историю ну то есть как бы это и ну смысле меня это вообще не удивило гуглу надо понимаешь вот все компании долины вот вот реально все компании долины у них к игровой индустрии долинный подход так скажем это чисто моя диванная аналитика сейчас так что можете проматывать что но объясню что это значит и microsoft так себя ведет и google так себя ведет и amazon так себя ведет они искренне считают что поскольку в тех на это работает если бросить на проблему очень много денег то проблема разрешится ну то есть у нас нет алгоритмов салф-драйвинг дополку у нас нет там я не знаю доставки да да похуй купить но и в принципе работает с некоторыми вещей с большинством вещей в которых они занимаются игровая индустрия это творческая индустрия и тебе недостаточно купить нахуй все тебе надо еще с этим как-то распорядиться эти капризные гейм-дизайнеры суки такие еще имеет свойство уходить из купленных студий вот сволочи да и вот microsoft уже 20 лет стадии стартап находится понимаешь секс боксом 20 спорное утверждение и у гугла абсолютно тоже ментальность потому что вот если мы забросим очень много денег ну как бы потушим и пожар деньгами а теперь следите за руками сейчас будет переобувка максимов прям в прямом эфире вы готовы вы готовы наберите воздуха в легкие как говорилось эксклюзивность рейссоне его за 5 миллионов долларов временную эксклюзивность резидента 7 и самое интересное они вернули эти деньги прикинь люди покупали VR радио резиденты я же говорю прям прям надо кадр нет 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 стоп стоп а что здесь можно мне внятно без стёпа рассказать то есть я реально это был систем селлер резидент рилл серьезно для psvr для psvr это это хоррор да это нишевый нишевый жанр вир хоррор это одни из самых популярных жанров на вире эти больше скажу в итоге они заплатили за временную эксклюзивность а резиденты вел себя никуда в итоге кроме psvr ты не вышел а чего его нет на пока я по-моему же нет нет он должен был появиться через год но капком забил уху и потому что написали все отлично продавалось вообще странно потому что капком известно тем что они по 150 раз одни и те же видеоигры издают наш там типа street fighter turbo плюс врачи тимур там сломался нам в комментариях на ю-тубе написали о том что типа типа говорит что кто хочет пофанится тимур у тимура просто то стадии ментального состояния показываешь и тимур там просто происходит реально безумие потому что но ты понимаешь ты уже такой там сидят вот эти все чуваки там фил ебел от рода на 2 да там и вот они такие знаете по наседали наседали остальные все такие ну там же на самом деле много нормальных людей сидит как бы они просто как бы не хотят вступать вообще в дискуссию с этими людьми да и как не тут как будет допрос шутка за шуткой там есть такое димка твоя религия не спасет мы еще вернемся к этой теме битва геймпадами давай сейчас подожди вот сюда нет на тебе мой лиспад понял я тебя было свечо парни у меня все тормозит и все плохо я же говорил у тебя интернет умер мне все нормально страдает на просто модем перезагрузится а модем у него перезагрузится понятно да ему вернуться он в космос летит понимаешь общается вниз возвращается что-то вот начал тут сразу димка купи себе нормальный роутер утяжный у тебя до сих пор и на 68 это отсутствие я видел именинника на заднем плане сейчас да он скоро придет с мячиком объявшийся котлетками я подарил ему идеальный подарок вот потому что барин бегать с кучей маленьких мячиков которые кошачьи он загоняет под диван под ванну везде и я догадался типа надо купить собачий мячик почему собачий какой большой потому что он не пролазит под диван вот такой поролоновый мячик типа ну когда который можно прокусить вот потому что барин постоянно носит в зубах он бегать этим мячом короче и типа хватает его там как как собака вот и он просто в восторге просто бегает вообще счастлива барин вчера исполнился год если что и отмечали вот так что если кто-то хочет поздравить барина то как бы велкам вы всегда можете это сделать и пишите свои поздравления я передам их барину иван занес нам 100 рублей в голдах работает 3d звук тоже думаю брать наушники думал взять белый для playstation 5 вот 3d звук важное объявление которое многие люди не догоняют и я даже на реддите читал то что типа вот вам ps и . ps и да player save self-advice то есть типа что это хороший совет для геймера скажем так паблик сервис бой это дима неважно и в контексте playstation всегда было player self-advice так вот хороший совет для геймера любые наушники любые я подчеркиваю поддерживают 3d звук вопрос в том кто вам будет делать виртуализацию у некоторых наушников есть для этого специальный модуль типа как у астры есть миксом у или вон у максовых этих сенхайзеров тоже есть своя какая-то коробочка встроенная скорее всего в этот в какой-нибудь ухо так вот 3d звук на xbox вам делает сам xbox в котором вы нажимаете кнопочку выбираете какого формата это звук вам нужен а на playstation tempest engine работает даже если вы просто воткнете обычные проводные наушники в геймпад там будет работать 3d звук поэтому когда вы выбираете именно наушники под консоль вы можете взять абсолютно любые а вот если вам уже нужна гарнитура чтобы с друзьяками разговаривать вот тут пацаны возможны самые разные варианты тут на самом деле sony playstation официально заявили что гарнитуры все совместимы с playstation 4 автоматически совместимы с playstation 5 usb-шные беспроводные проводные все если с одной оговоркой если у вас как у димки astra во многие такие хай-эндовые как бы гарнитуры звук приходит не по usb а через оптику оптики на playstation 5 нет парам-парам-пам и совершенно 100 рублей здоровый парник они пользуются антивирус ником поскольку я сам сентивирус да и оперативку кушает можете посоветовать какой-нибудь у меня стоит каспер windows defender я могу сказать что windows defender говно вот но вообще чаще всего работает просто здравый смысл не открываешь хуй по никакие файлы не лезешь на хуй по никакие сайты и у тебя все работает годами без всяких проблем и не пользуешься пиратским софтем это тоже важно тут есть некоторые другие вектор атаки интересные что например тебе тупо по работе присылают например там pdf-ку вот а пдф-ка автоматически была заражена потому что я бухгалтерша как бы вот так вот пользуется компьютером да тоже вариант я пользуется каспером не могу сказать что это прям самый охуенный антивирус на свете но он как бы создает мне иллюзию безопасности у меня он ни разу еще не ругался ни на что так что я типа как бы спокоен а может он ничего не делает а просто подворовывает мои данные ну что ж поделать такова жизнь зомбарь за 100 рублей здорово мужики хорошего стрима понимаю что скипнут с ген потому что не понимаю зачем брать 4k консоль под 720p телек в съемной хате себе хороший монитор чур или switch или switch берись кстати свеча российская таможня и mvidea занесли нам 100 рублей хуй вам они playstation спасибо спасибо российской таможне и особо и особенно большой привет компания mvidea не ждем виде альдорадо бюро в виде альдорадо да бюро ле пидорасов и контора вот я вот так контора мужу ложцев да даниил за 10 рублей мне сегодня альдорадо отменил при заказ ps5 который был сделан в первый час доступности ничего не объясняют никому не советую них брать братишка тоже самое мы завтра хотели вам постримить на геновые игры но нет нет придется мне приезжать к димки с playstation куда же людо занесла нам 317 рублей поздравление для тимуриного кота-пса на заднем плане это катапезе птичку боря 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 дрессированный код она нельзя 100 рублей привет приснилось что sony добавили майтон magic 6 7 8 на ps5 microsoft 9 и 10 и фил спенсер ушел в sony потому что 6 и 8 часть отлично просто отлично господи ладно так продолжай закопком давай смотри фонечку закончим потому что там есть несколько важных историй и все такие типа и сидят блять чем лезет я же кота только я я думал ты подводишь вот короче самая важная история которые всего ты капковской истории с утечками мы для себя выяснили во первых там есть интересный момент что помните такую игру dragon's dogma якобы капком делает dragon's dogma 2 или какая там 2 2 часть не бум какая часть но выйдет она только в 2024 то есть это очень ранняя стадия при продакшена но сам цимис все этой новости не в этом а в том что она выйдет на некой консоли которая имеет кодовое название нинтендо белуга то есть это явно какой-то типа либо новый switch либо вообще какая-то новая консоль нинтендо которой мы пока еще ничего не знаем по моему это первое упоминание вообще в принципе причем она выходит 2024 году то есть через четыре года ну то есть в консоль может быть выйдет и через год через три года может быть консоль выйдет и типа через год 2 как бы да но dragon's dogma 2 выйдет 2024 вот кстати из-за интересных вещей которые стоило бы отметить я кстати вот мы просто все это говорим говорим то монстр хантер райс монстр хантер stories 2 монстр хантер эндлес и прочего это все как говно дело в том что вы наверняка заметили капком настолько после успеха монстр хантера уорл да видимо поверил во франшизу что я напомнил что фильм сейчас выходит по ней что они решили въебать просто по полной программе сейчас вас монстр хантером ближайшие четыре года заебут просто будет просто все что угодно монстр хантера если сделают кроссовер фифы монстр хантера не удивляйтесь как бы или что нибудь в этом роде такое вот кстати еще из интересных вещей так это street fighter 6 якобы выходит 2022 году уверен что он будет выходить как фритуплейный параши как дедур лайф и как фритфайтер 5 купите бойца я просто уверен что интересно marvel vs капком выйдет 2023 году я уверен что скорее всего капком просто насмотрелся на успех кроссоверов в виде mortal kombat они прям увидели что там чужой рэмбо блять терминатор хуё-моё типа давайте это все сделаем с mortal kombat а давайте еще инжастис сделаем а давайте то они такие нихрена себе я верю что они пришли скорее всего на волне успеха инжастис 2 к марвел и сказали братаны давненько мы не делали marvel vs капком давайте сделаем короче эти такие ну хуже то чем marvel с avengers не получится давайте сделаем фигач короче вот потом напомню вам что игра pragmata который анонсировали на конференции playstation 5 выйдет это та которая похоже на кодзимовские шедевры ну что-то средне между кодзимы и нейроавтоматы я бы так сказал типа непонятно короче в общем начале 2022 года якобы игра выйдет вот и некий проект witch то бишь ведьма вообще про него ничего не известно короче выходит 2022 году да вот такие пироги вы короче в общем этот когда капком не заплатил это самый минимум информации которому получили кроме того кто где когда какими акциями владеет к куда чего как перепродавали все финансовые там всякие обороты там личные данные сотрудников и кучу-кучу-кучу всего остального я уверен что там выложит еще больше всего но главное было к полиции пойти я понимаю да тем временем в боре код тимур заезд на 100 рублей без комментариев спасибо и наконец барьер за 100 тысяч рублей у меня дома живет брат близнец баряна которому тоже стукнул год его зовут борис каждый раз когда я вижу а брюс каждый раз когда я вижу баряна на стриме я проверяю дом или брюс блин чувак но я тебя могу поздравить потому что вообще британские британцы британские шиншиллы кабанью очень клёвые вы помните эту историю когда какие-то жители какой-то там деревни обнаружили что кот живет на шесть домов и все думали что ты их да 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 а почему на ю тубе на ю тубе постоянно пишут кам-2 это за это уже можно забанить человека или еще не надо забанить просто не надо банить юристы капком занесли 100 рублей требуем прекратить неправильно юристы капком надо требовать objection давайте поговорим давайте поговорим про переобувочную да то есть у нас смотрите у нас сегодня такой подкаст которым мы все потихонечку переобуваемся максимка тихонечку уже было максим все защитно я надо знаешь нам это на стриме такой счетчик переобувок мне 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 просто нравится как дима топит за то что кто-то переобувся а сам ждет блять где моя playstation 5 сука заебала за иксбокс топить братишка у меня есть новый геймпад от иксбокса а у тебя нет и что понял а у меня есть механическая клавиатура пошел ты пошел в моем сердечке брата чё не знаю у меня пока 2 пока 2 слушайте переобувочная переобувочная история в следующем помните некая компания на букву м купила другую компанию на букву б ладно хорошо я я пытался подойти издалека но видимо надо прям напрямую грозов скупил бефеста же помните эту историю ну помните разговоры о том что вот все теперь у нас игра бефеста замечательный skyrim новый т.с. 6 замечательный starfield все будут выходить только на иксбоксе поиграем в геймпассе все заебись все прекрасно и круто насчет геймпасса планы не поменялись то есть эти игры так и будут выходить а вот по поводу эксклюзивности внезапно выяснилось что финансовый директор microsoft считает что эксклюзив то в общем то наверное не нужны для игр бефеста и вообще идея в том чтобы продавать вам не сами игры и не их эксклюзивность а как бы версию контента лучшую чем у конкурента ну в данном конкретном случае разбирая то что он пишет можно говорить о том что скорее всего в геймпассе будут там типа вместе с сезон пасом вместе с каким-нибудь dlc тебе бесплатно как раз сезон с пасом сделки там не будет потому что это мед монетизация геймпасса скорее будет так в геймпассе будет выходить как бы базовая версия за геймпасс а на других консолях и на пока она будет за денежку 70 баксов короче есть подтверждение что никаких эксклюзивов не будет просто мы будем топить за то чтобы вам как бы лучший опыт предоставлять на своих консолях и ну или либо на пока до зависимости от того где вы взяли геймпасс то есть никто не отбирает игры бефезды у консолей sony никто не обирает игры бефезды от консолей нинтендо они как продолжали выходить везде так и будут выходить везде принципе мне кажется это было очевидно нет то есть как на самом деле когда люди начали вот это вот беливер свои широкого филу постить у меня вот например вообще про вся позиция посмотрите на майнкрафт майнкрафт потратили миллиард майнкрафт выходит на всем майнкрафта эксклюзивный вар режим playstation 4 которого нет на иксбоксе и на пк вот и майнкрафт прекрасно живет под майкрософтом ничего страшного жопа не треснуло а здесь они тратят на компанию семь с половиной миллиардов долларов чтобы что продавать это только на иксбоксе ну то есть не понимаю откуда я напоминаю вам что мы периодически с вами обсуждаем то что в интернете появляются ну типа какие-то супер идиотские слухи которые люди на полном серьезе обсуждают и еще транслируют различные ютуберы там завтра каст и так далее типа их слушать не окрепшие умы приходит там условно типа кнопка ко мне через вот 10 руки приходит человек и говорит а ты знаешь а вот там все говорят же типа что там playstation g5 там намного мощнее чем иксбокс я говорю ты чё охуел какой playstation 5 мощнее иксбокса не после 5 говно а вот иксбокс да вот это круто короче или например приходит приходит ко мне и говорят там типа знаешь что ты знаешь типа а говорят на иксбоксе мультиплатформа лучше идёт я прихожу гору блевать братан ну ты чё на самом деле все не так ну вот ну и соответственно все то же самое как бы ко мне бы приходит и говорит типа что в курсе что elder scrolls 6 skyrim 2 что типа он я я вам сейчас не шучу ко мне пришел мой старый знакомый говорит что знаете человек который мне раз в полгода пишет написал мне ты в курсе что skyrim 2 типа будет эксклюзивом иксбокса ну и хули ты свой playstation взял вот я такой пишу типа ты откуда вообще это взял он говорит вот же там типа в интернете там везде все пишут это всем известно я говорю подожди ну типа во первых откуда взял skyrim 2 да ты чё да понятное дело что выпустил продолжение этот же вообще разошелся круто я четыре раза купил чувак мне реально сказал я четыре раза купил skyrim как бы я такой а ну окей ну и в общем смысл в том что это очередная вот эта история это очередная короче тут смысл в том что это же очередная история когда типа люди берут какой-то из потолка дичь веря в нее и начнут его распространять и обсуждать строить на нее догадки я все еще жду вот этих замечательных историй о том как иксбокс live станет бесплатно да да он 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 абсолютно точно стал бесплатным а самое главное sony пидорасы они как бы берут деньги за онлайн но именно в иксбокс лайве убрали годовую подписку чтобы ты платил больше мне мне просто не очень понятно ну то есть одно дело мы когда мы обсуждаем слухи с там с фучана и прочее я не очень понимаю откуда взялся слухи вот эти про эксклюзивность мне кажется что очевидно было самого начала что когда ты покупаешь игры то есть условно студии бефезда ты вряд ли будешь делать ее игры конкретно эксклюзивными я даже не так скажу поскольку это говорил финансовый директор отличие от очень многих людей в интернете он умеет читать деньги наверное прикидывает что ему надо семь с половиной миллиардов долларов как-то бить вот сделать это только на иксбоксе невозможно я думаю не в этом дело макс в том числе в этом как майнкрафт я вспоминаю старые интервью с филом спенсером где он говорил вполне адекватные вещи он говорил о том что мы не тот microsoft который был в 2013 году мы не так компания мы уже совершенно все поменялись мы по-другому работаем совсем и и microsoft в 2013 году вполне мог купить бефезду и сказать им делаем сегодня игры только на xbox и только на пока сейчас тебе надо набить как можно большее количество людей которые пойдут и купят геймпасс и идеальный вариант если геймпасс выйдет вообще везде поэтому мы никаким образом не ограничиваем эти игры мы в геймпасс набираем просто эти игры чтобы они там были в каталоге чтобы их мыло было много и чтобы они там были всегда и покупка бефезды это хороший способ купить туда игры бефезды именно навсегда то есть не как они обычно покупают игру она там через три месяца из этого геймпасса вылетает да а навсегда потому что они теперь принадлежат microsoft вот и все то есть как бы а затрат отбивать как-то надо никто не будет ограничивать студию никто не будет говорить все там бефезде или там условно ниндзи тире давайте короче пацаны вы будете делать сейчас только фритупа войну драчиню для геймпасса нет я думаю что это решение принимает как бы это творческое решение принимает сама студия microsoft в этом плане им просто как бы намекает что неплохо было бы но если не хотите то не надо мне кажется так работает слушайте ну когда будут красивенькие скины и танцы в skyrim за деньги skyrim 2 вы как бы это не удивляетесь в общем но вообще я могу сказать так что типа блин ну то что кто-то думал что это будет эксклюзив геймпасса это как бы ну это надо быть очень упоротым как бы или это найти microsoft должен еще заплатить bethesda сверху денег за то чтобы это было эксклюзивным потому что на эти типа игру могли бы купить на playstation там 4 playstation 5 30 миллионов человек ну там хорошо окей давайте реалистично цифра 5 миллионов человек типа нет на брали пишите что skyrim 2 выйдет на пока 2 сразу после half-life 3 на счет на счет half-life 3 вы там это как бы методичку аккуратнее вообще алекс вышел на пока 2 а то как бы будет неприятно если вдруг внезапно в следующем году half-life 3 как у якс из ниоткуда вообще-то сказал честно что они делают игры они возвращаются к half-life и я вам напоминаю что парни не играли а я играл и алекс одна из моих самых любимых игр в этом году совершенно тем временем обувная фабрика номер 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 занесла на 100 рублей готовы обеспечить всех ведущих подкаст сменные обуви никогда еще до этого перебивание не приносило столько удовольствия сколько с нами давайте спасибо узкий фил занес нам 75 рублей чаще а пацаны все будет главное не бухтеть боря код тимура занес 100 рублей не могу найти выпуск советами парфюма тимур посоветуйте плюс или подскажите на выпуска скорее всего это было на каком-нибудь дткд братан скорее всего да слушайте нам хорошо пишут в чате к нашей следующей теме же типа геймпас это ступень к обычному геймингу так вот обычный гейминг он да он развивается и пока очень робко но он не только развивается что называется в майкрософту гугла там или какого-нибудь амазона у нас неожиданно на неделе нет действительно неожиданно а мы уру наш отечественной родной самая хуёвая подводка причем дайте говорим об иксбокс и буксбокс и буксбокс и буксбоксе и можно было бы продолжить и буксбоксик да нет давайте мы говорим про жильру она хорошо давай давайте поговорим все нет просто эта тема знаешь одной строчкой и когда мы говорим про облачные технологии надо не забывать что мы живем в россии xcloud playstation now и все эти замечательные amazon лун и google стадии для нас это вот где-то там в новостях творится но и у нас есть стриминг от что называется джейфан сейчас в россии у нас есть стриминг от плейки который кстати парни пробовали и говорят что он работал хорошо а моюру на неделю решил объединить это и другое и поэтому у них как бы стриминг тоже есть теперь обычный который работает на мыль на серверах geforce now именно нас фермах а программная обвязка там от плейки на самом деле кто-нибудь из вас пропал до 3 он работает бета только на винде к сожалению я не смог я моюру не смотрел но я могу тебе сказать что я играл в джейфм в джейфм был вполне пристойно то есть весьма непогано говорят что на сайте есть сравнение far cry 5 типа игра на обычном пока игра на облачном пока и типа на обычном пока отключены тени сука почему потому я объясню потому что под обычным пока подразумевается но был за 20 тысяч рублей с изяоли да я понял чтобы у тебя не было там каких-то знаешь заблуждений про то что типа обычный пока это минимум 1070 смотри какие-то решили пока это intel iris видел тарифы интересные смотри 23 часа в месяц ну что в принципе наверное нормально если не упарываться прям совсем по игре это бесплатный типа тариф но при этом ты получаешь 1080 в 30 fps ну не знаю насчет 30 fps это как-то странно на мой взгляд ну да хорошо окей слово бесплатно это сразу да да это говно зато бесплатно и сразу автоматически полностью убирает все минусы да это так работает или как конечно при этом настройки игры на средние ну то есть как-то странно при этом нормальный тариф позволяет делать типа 120 fps 4k на максимальных настройках но стоит типа 1000 рублей в месяц а у меня возникает вопрос человек который платит на херовом ноутбуке за облачный стриминг 1000 рублей в месяц он не может просто подождать как бы какое-то количество времени и четырех лет себе дело 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 даже не в четырех пяти летах а я тебе объясню это очень интересный кейс и я тебе могу сказать тут месяц очень хороший товарищ он прям ну вообще не геймер поиграет у него офисный ноутбук серфейс и он вообще офисный работник и он никогда не купит себе игровую машину на хуй не нужно абсолютно ему надо печатать тексты ему надо там я не знаю редактировать таблицы ходить на митинги в зум и отправлять отчеты но для него это заебись он запускает это облако за 1000 рублей в месяц играет в какую-нибудь там распиаренную игру которую ему хвалят но в хейдис какой-нибудь на изъебись ему классно ему не нужна игровая машина в принципе он бы вообще никогда не играл если бы не было такой возможности сейчас менять за джи фэнг слову у меня есть несколько как бы ну основание того что там сейчас олену заколку моря включилась да буря 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 мне кажется он еще что-нибудь урониста буду я он хочет закол колена забрать ему нравится в зубах таскать или что нет он просто хочется скинуть буря а это вот это вот кошачья любимая идея когда хочется просто нельзя тихонечко лапать лапой тогда типа убирать все блин он так на тебя смотрит такой блин отвернись уже чем заебал то господи смотри смотри сейчас пошло пошло барин нельзя нельзя не нравится на класс код саймона пишут так похож короче смотрите возвращаясь к гф ну плейки это мой mail ручному сервису во первых мне кажется что 1000 рублей это торга ну то есть есть у меня такое подозрение что просто для среднестатистического человека это много второй момент почему никто из наших этих замечательных сервисов не додумался объединиться с провайдерами ну то есть условно смотри ты вот допустим ты какой-нибудь там а медиатека или ока какой-нибудь да ты объединяешься с провайдером и допустим уже есть так да да и вот у ростелеком условно да с вот этим облачным сервисом объединяется и говорит что вы платите нам только за интернет зато вы можете вот на этом сервисе бесплатно играть видеоигры там допустим в течение в там 20 часов в месяц примеру мне кажется вот этот вариант слетит потому что у тебя как бы дополненная стоимость стоимости твоего интернета дим я тебе открою страшную тайну ростелекому уже есть пакетное приложение с gfm серьезно я вот не знал ну короче ладно об этом прямо говорим а вообще один так смотрим давай давай посчитаем сколько стоит арендовать серверную мощность гпу да и насколько реалистично дать его практически за бесплатно я такой сейчас сижу и в моей там бизнес шестеренки в голове крутится я понимаю что нет невозможно дим это может сделать только очень богатая компания с гигантским количеством дата-центров типа microsoft понимаешь который берет просто и за подписку там условно 10 баксов в месяц может тебе давать и игры и на халяву тебе еще давайте как бы соответственно там за 15 баксов в месяц хорошо давать тебе еще и вот эту штуку типа с project x cloud и то пока в тестовом варианте потому что как бы это там еще один миллион человек играет ну два миллиона человек окей хорошо активных человек у них скорее всего там тысяч двадцать играть максимум понимаешь когда там ломанется миллион человек одновременно играть все упадет все упадет они не смогут себе позволить столько денег короче короче к чему это тимур говорит и закончить эту тему следует на том что до облачного будущего на самом деле еще очень далеко потому что есть вопрос нагрузки есть вопрос стоимости есть вопрос дата центров и самое главное про что мало говорят но тоже этот вопрос будет возникать еще активнее год от года есть балканизация мирового интернета которая будет очень сильно подносирать всем этим игровым стримингом и даже видео стримингом но и поэтому до той поры коробочки под телевизором которые железочками все еще будут очень актуальны и в microsoft кстати это тоже прекрасно понимают и поэтому пытаются эти коробочки как можно лучше вам продать сейчас будет второй блок нашего сегодняшнего обсирание из бокса да давай начинай зачем же все обсирание зачем я же как раз и говорил что нам нужно было то сказать как раз в контексте битбит езды и вот это все как раз история потому что опять же как бы если мы говорим про успехи microsoft давайте про них скажем честно потому что microsoft отчиталось о том что запуск иксбокс сериас иксбокс сериас самым удачным самым удачным в истории вообще консолей иксбокс вот и это ну это реально очень круто единственное что они выпустили очень смешную формулировку которую многие журналисты не поняли и типа все таки блять что это вообще значит на самом деле я ломанулся к тимур с расшифровкой вот смысл о том что они еще вот какую метрику сказали о том что иксбокс сериас с стал самой популярной консолью среди новых игроков иксбокс подразумевая что эта консоль которая принесла на лончи самое большое количество новых игроков в экосистему то есть грубо говоря потому что они считали так какое количество людей создало себе новый аккаунт xbox live грубо говоря на консоли то есть не свой старый с там xbox one перенесло с xbox 360 или еще чего-то прям вот новый человека в экосистеме понимаете или блять ты тупо забыл свой аккаунт но так или иначе я могу сказать что все равно это крутая довольно таки метрика учитывая что иксбокс 360 запускался с xbox live да то есть это получается круче чем xbox 360 и это круче чем xbox one в свое время который тоже запускался с xbox live да то есть это же их людей много не совсем корректное сравнение поскольку я уверен что запуск playstation того же будет крупнее чем запуск playstation предыдущего просто потому что народу больше покупала это очень спорное утверждение дим знаешь почему чем может например последние новости из японии говорят о том что playstation 5 за сколько там за пять дней по моему или за шесть дней продалась хуже чем playstation 4 причем типа сильно хуже потому что тупо консолей нет их просто нет то есть их их продавали только по интернету только по предзаказу сколько заказали столько и продали я даже больше скажу когда мы говорим про рекордный запуск кстати у нас есть одна небольшая цифра цифру microsoft не дали и в британии например запуска x и s лучше на 5000 консолей чем запуску она вот такой контекст цифровой но это первый в истории xbox запуск глобальный потому что до этого xbox запускались в странах вот по тирам типа страны первого мира получили xbox в день релиза полгода спустя это вышел день в скандинавии где-нибудь в чехии потом это выходит где-нибудь в австралии и японии потом это выходит где-нибудь еще в какой труанде россии напомним xbox он выпустился на год позже да и потом где-нибудь когда-нибудь вспоминают про россию в этот раз глобальный запуск и даже если цифра я не знаю стратегически не такая впечатляющая все равно надо похвалить microsoft потому что они смогли обеспечить хороший очень как сказать стабильный мировой запуск и за это им надо отдать должное потому что в принципе проблем с консолями не было даже в россии да проблема я знаешь где есть в сша что с playstation что с xbox там по-моему обосрались с предзаказами вообще абсолютно все а знаете кто от этого выигрывает нинтендо нинтендо и скальпера да и я потому что помню вам что огромное количество чуваков ломанулась опубликовать из своего дома фоточки о том что смотрите у меня 25 playstation а и все такие просто ты чё сука охуел на 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 получи получи где-то там живешь но как бы так или иначе пацаны это реально очень удачный запуск для иксбокса снимаем шляпу перед широким филом можем сказать что на самом деле как минимум это запуск который оказался более успешным чем иксбокс старт поколения хорошие я бы сказал так да так что в общем-то за фила тоже потому что напоминаем вам что если бы не было бы майкрософта и не было бы нинтендо сони бы просто хуела и охуевала бы вот поэтому как бы для того чтобы этого не происходило и сони тоже старалась очень нужно как бы чтобы были да вот поэтому это на самом деле очень круто как бы даже если иксбокс немножко отстаёт а у нас есть уже цифры из российского ритейла из некоторых других стран вот иксбокс в некоторых местах отстаёт типа не очень сильно типа полтора раза в некоторых странах и в некоторых местах регионах посильнее где-то в три в четыре раза вот от playstation как бы мы говорим сейчас совокупно все playstation 5 и совокупно все xbox series series вот если считать только xbox series x и playstation то там конечно еще больше разрывка бы но не в этом смысл смысл в том что все равно мы видим и наблюдаем что иксбокс спустился хорошо и шансы чтобы быть хотя бы на каком-то таком адекватном месте адекватно идти у иксбокс есть это на самом деле очень круто тем временем ты и джим на основном 902 рубля с такими санебоями как тимур никакие били бои не нужны спасибо тебе брата джим раян занес 100 рублей мои сонки уже поехали к тебе они уже поднимаются а ты на первом они уже спускаются удвоение времени за 100 рублей привет парни если в теме порекомендуете электросамокат для девушки в приоритете легкость и надежность завтракас ебет в скобочках не как фил электросамокатами не владеем но вообще в принципе могу тебе сказать что хвалят вот мои знакомые очень сильно на инбот или как он называется правильно да на инбот а он же сегуи он же на инбот он вообще не разбираюсь электросамокатах ничего не могу сказать он легкий хороший надежный стабильным софтом и выглядит не как кусок говна то есть нарутообразный каталог пластиковых угол на 100 рублей пацаны вальгало в гфн есть как вы считаете киберпанк будет я практически верю что будет скорее всего да если чё по аниме сегодня мы потом увезу узнаешь братишка будет ли отзыв на королевский гамбит или было же если ты про гамбит королеву я про него в прошлом подкасте рассказывал спасибо тебе братан михаил павлович 100 рублей привезли playstation 5 из м видео пойду вскрывать ей поздравляем тебя ни хрена себе вот это чувак тебе повезло круто голая бабка занесла на 200 рублей макс почему не бабок не женщин нет в гонках я прежде чем макс ответит прежде чем макс ведь бабки в гонках есть женщину тоже вы давно можете даже форце создать женского водителя более того сейчас забавный факт но сейчас проходят финалы киберспортивного чемпионата гран-призма спорт который проводится при егиде фиа вот и там один из финалистов девушка то есть прям прям вот как бы в этом плане инклюзивность в автоспорте очень неплохая да ты что короче мы закончили донатами да 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 смотрите в общем то что мы вам и говорили к сожалению видео версию этот блок не попадет но если вы будете слушать соответственно аудио версию то у нас коммерческий блок от банка втб вот это довольно солидный этап для завтра каста вот и дело в том что знаете когда банк втб к нам обратился по поводу как бы вот интеграции я могу сказать что типа я немножко скептически как бы по поводу этого смотрел пока мы в общем-то не сели писать нашего гостя наш гость это старший вице-президент втб никита чугунов который руководит департаментом цифрового бизнеса и вы знаете как бы мы сидели и говорили о куче разных вещей интересных и я вообще разговариваю с позиции человека который является собственно клиентом втб кроме прочих тоже банков и смысл в том что я очень долго хуесосил приложение втб и говорил о том что типа вообще оно довольно говняное и они вот тут обновили но они обновили не только само приложение вообще всю экосистему банковскую в целом вот и если вам интересно послушать об инсайтах довольно интересных как разрабатываются приложения как разрабатывается у и у x каким образом меняется экосистема как рассматривается система безопасности как делается инклюзивность например там разработка приложений для слепых и так далее и так далее то это реально получился очень интересный разговор. Да, даже вне контексте ВТБ мы поговорили в основном про финтех. Ну, то есть просто, потому что финтех это сейчас основная движущаяся, основная движуха в IT, скажем так. Ну, финтех до тека, кстати, могу сказать, что сейчас нормально так двигаются. Короче, мы очень советуем послушать, даже несмотря на то, что это коммерческий блок, но он получился реально интересным. Поэтому, если вы интересуетесь разработкой, разработкой сервисов, разработкой приложений, если вам интересно, как работает финтех и ряд различных историй по поводу банков, как работает именно финтех с точки зрения именно банков, а не только сервисов, ну, там куча многих интересных инсайтов. Поэтому мы вам рекомендуем послушать аудиоверсию, где этот блок будет. Да, ну и аудиоверсия, скорее всего, выйдет у нас послезавтра. Через пару дней. Да, да. Посмотрим. Короче, пацаны, раз уж мы говорим про консольки, то наверное, стоит еще обязательно упомянуть о том, что... Раз уж не просто мы говорим о консольках, надо немножко другой переход сделать, братишка. Хорошо. Возвращаемся к нашим замечательным историям по поводу того, какая консоль лучше сейчас на рынке. PlayStation 5 или Xbox Series X. У нас сегодня бинарный выбор, Тимур, у нас сегодня нон-байнери не проходят, понимаешь? Подожди так. Только бинарный выбор. Либо Xbox, либо PlayStation. Только так. Никаких компромиссов, никаких ПК, никаких Nintendo Switch. А если вертолет Apache атакующий, что значит только бинарный выбор? Значит, ты идешь и выбираешь, какую консоль купить. Все. То есть, вот первые два выбора. Никакого третьего выбора нет. Все. То есть, Xbox Series S не рассматривается? Нет. Хотя... С другой стороны... Ага, ага. Доставай новую обувь. Если очень хочется, то почему бы и нет? Но мы не советуем. Короче, всю неделю выходили разные обзоры разных игр на PlayStation и на Xbox. и результаты, мягко говоря, странные. Смотрите, значит, есть такая игра Call of Duty Cold War. Она брендируется PlayStation. Ну, то есть, все маркетинговые материалы, они у PlayStation. Но лучше она идет на Xbox. Понятно, да? Есть такая игра Assassin's Creed Valhalla. Она брендируется Xbox'ом. Все маркетинги материала на Xbox'е. Но лучше она идет на PlayStation. Вопрос. Че за хуйня? У вас минута, уважаемость, но таки время пошло. Итак, что за хуйня? Давайте, ваши варианты, ваши варианты. Тимур, Тимур, что думаешь? Я лично думаю, что паритет, паритет, паритет был, паритет, паритет. Александр, Александр Друсь, что вы думаете? А Александр Друсь в это время вот так сидит, знаешь? Слушайте, я думаю, что все очень просто. Дело в том, что напоминаю вам, что ходят слухи о том, что у Xbox'а очень сильно обновился API для разработки игр, и поэтому разработчикам из Ubisoft было довольно сложно раскрыть безумный потенциал двух, двенадцати тетраформс. Вот. и таким образом мы отлично понимаем, что будет выходить патч, который восстановит справедливость и растопчет консоль Sony. Вот. Я прямо уверяю вас, потому что напомню вам, что так было ровно семь лет назад, когда вышел Black Flag, и он тоже вышел сначала 720p на Xbox One и 900p на PlayStation 4. А потом вышел патч, и 1080p стало на PlayStation 4. А 720p осталось на боксе, да? Ты понимаешь, что это странная история, когда у тебя есть существенно как бы слабая консоль, ну, типа Xbox One, да, и консоль типа гораздо мощнее, типа PlayStation 4. То есть, как бы понятно, почему разница такая. Но здесь консоли плюс-минус одинаковые, и Xbox на бумаге, на бумаге мощнее, потому что на какой, на туалетной? Я просто напоминаю эту мантру, что у Xbox 12 Террафлоп самая мощная консоль в мире, а у PlayStation 10 и сколько там, 10,8 типа хуже гораздо. Мы уже говорили много раз, что разницу надо будет опять искать с лупой, поскольку вот, например, про Вальгалу мы сейчас поговорим, а вот про Cold War очень смешная история. Я тут почитал, что пишут обзорщики, и там есть табличка, где они сравнивают количество кадров на одной консоли и на другой. То есть, предположим, там записалось 60 тысяч кадров. Ну, то есть там подели это на 60 кадров в секунду, подели это на количество времени, получишь там, допустим, предположим, 5 минут футажа, одного и того же. И сравнивают проседания. Проседания у Xbox и у PlayStation в разные моменты случаются. То есть, по консоли по-разному обрабатывают некие определенные моменты. И при этом, если смотреть общую разницу, то там разница в 3 FPS, блядь, понимаешь? То есть, у меня возникает вопрос, когда началось это адовое дрочерство на цифры. Я просто этого поняту. А делу не в дрочерстве на цифры, понимаешь, Максим, понимаешь, если бы паритет был такой, как во времена Xbox One и PlayStation 4, когда ты видишь, блядь, разницу глазами, что ты видишь, что вот 720p и все хуево работает, и более-менее норм. Здесь разницы вообще никакой нет. Их надо реально присматриваться. Пытаюсь объяснить вот что. Два момента. Первый момент это то, что, во-первых, да, у нас будет, вот у нас уже три игры, да, потестировали. DMC, Call of Duty, Valhalla. Это три игры от абсолютно разных разработчиков, на абсолютно разных движках, с абсолютно разной философией, разными таргетами, и они работают на обеих платформах плюс-минус одинаково на самом деле. Но дело не в этом. Дело в том, что когда ты весь год через своих ручных блогеров, через своих ручных журналистов в виде какого-нибудь Тома Уоррена, да, через своих спикеров в лице какого-нибудь Арона Гринберга, сышь в уши своей фан-базе, что сейчас, блядь, придет Xbox, унизит эту пластиковую коробку от японцев. Вот это говно консольное, вот эту хрень, у которой РДН-А2 неполная. И выходит, что консоль это нахуй идентичная. Тут, понимаешь, жопа вот здесь взрывается. Вопрос в другом, Максим. Смотри, твои ожидания это твои проблемы, сам знаешь, как это работает. В смысле мои проблемы? Это я имею в виду... Эти ожидания мне создавала компания, которая продавала мне эту консоль. В этом проблема. компания Майкрософт никогда не говорила, что она сделала самую мощную консоль на рынке. Она знаешь, как это говорила? Она говорила, что это самый мощный Xbox Эва. Она не упоминала 12 больше 10 и 8. Эту хуйню растащили фанбои. делали. Помните, на Xbox One X они говорили, что это самая мощная консоль. А здесь не говорят, потому что непоняточка. Тебе, да, то есть то, что ты воспринял это чисто как наезд, говорит о том, что ты фанбой. Дим, мне насрать, мне вообще похуй, потому что у меня ПК 2. Вот. Проблема в том, что когда ты накачиваешь фанбазу, именно фанбазу, да, фанатики ходят весь год постят мемы про широкого фила, рассказывают, какие тут все ущербные, а потом выходят игры, и оказывается, что у нас паритет, вот ты знаешь, вот в интернете, в интернете, что называется, шкаунг. Господи, я напоминаю вам, что Destiny 1 вышла абсолютно идентичной на PlayStation 4 и Xbox One, а Xbox One был в потора раза менее мощный, чем PlayStation 4, поэтому давайте-ка мы вот на играх первых двух лет не будем вообще как бы ничего сравнивать, давайте мы подождем немножко, когда вот, типа реально разработчики там... А потом игру первых трех лет. не, давай разработчики чуть-чуть хотя бы там научатся как бы что-то делать, да, и мы будем уже вот на нормальном железе смотреть, потому что сейчас хуйня какая-то выходит. Ну реально, типа у тебя то на Xbox, и то на PlayStation что-то хорошо, то вообще паритет полный, ну это реально херня, как бы давай вот подождем реально, типа вот там год, два, три, как бы чтобы нормально уже вот точно разобрались с железом, и чтобы было понятно, как там на... Помните, Red Dead Redemption 2 уже выходит там условно на середине тире закате поколения, и у тебя на PS4 Pro там типа сколько там было, что-то 1600 или 1800p что ли, и вот 4K нормас, короче, у тебя там на Xbox Series, ой, блядь, Xbox One X, вот, и соответственно вот давайте подождем такого же условного Red Dead Redemption 2 на середине поколения, там года через 3-4, как бы чтобы вот он был маркером таким, и было четко понятно. Я могу сказать, что четко понятно не будет. Я просто напоминаю вам, как сейчас обстоит консольный положняк. Ну то есть, для пекарей сейчас откроются просто огромные удивительные бездны невероятного консольного качества. Смотрите, когда вы на ПК запускаете свою игру и выбираете в ней разрешение, она рендерится в этом разрешении. На консолях не так. На консолях чаще всего разрешение будет динамическое. Последние 3 года, только потому что техники динамического разрешения начали использовать совсем недавно. Короче, для того, чтобы разницей глазами понять динамическое разрешение или нет, надо реально с лупой каждый пиксель рассматривать. Либо наблюдать какие-нибудь очень сложные сцены и присматриваться. А, вот здесь у меня огонь 720p отрендрился. Вот же говно! Но вы этого делать скорее всего не будете. потому что этим занимаются специально обученные обезьянки на службе в Digital Fundry. Помнишь Battlefield 1, когда как раз только-только начали использовать динамическое разрешение? Помнишь о чем ты хочешь сказать? Что типа там происходит какой-то взрыв и у тебя все на пиксели распадается. У тебя картинка реально там типа в какой-то момент пока не запатчили, она там вообще типа там что-то 640p или до 480p становилась. Они потом это запатчили. Но на релизе был пиздец просто. Я просто к тому, что сейчас станет еще хуже. Во-первых, у нас есть различные методы, скажем так, обмана глаз пользователя. У нас есть динамическое разрешение. У нас теперь будет VRR, VRR, напоминаю, Varius Refresh Rate. То есть если у тебя проседает пиздец как FPS, ты этого нихуя не заметишь, потому что рефреш рейд твоего монитора или там телевизора будет вот стремиться это тебе покрыть. Никакого тиринга у тебя не будет. Первое. Второе. Отложенный шейдинг тоже везде есть. То есть как бы у тебя условно... Это не отложенный шейдинг. Это не отложенный шейдинг. Это когда у тебя часть картинки, например, у тебя фунт шлица, когда у тебя фунт рендерится в одном разрешении, а камни разрешают рендеряться в другом разрешении. Я просто помню, как Microsoft показывал это на примере Forza Horizon. Вот там история была очень простая. Вот смотри, у тебя машина, она внизу по центру экрана, да? То есть она прям вот твоё внимание, оно приковано к машине и к трассе, которая перед ней, то есть которая вдаль уходит, да? Вот вся эта информация, она рендерится в хорошем разрешении, чтобы ты видел, что это клёвая картинка, а вот по бокам от машины проносится с ебанистической скоростью трасса, а зачем её рендерить в 4К? Нахера? Если ты можешь рендерить в 720p, всё равно никто не заметит разницы, там просто размытая такая, блядь, хуйня какая-то летит, понимаешь? И вот это очень простой пример, который объясняет, как это работает. Поэтому я говорю, сложно будет фанбоить либо за тех, либо за других, потому что у тебя реально разницу надо будет вот с лупой выискивать по всем этим роликам Digital Fund и прочее. На самом деле, Дима прав, я просто к тому, что помимо взрыва задницы в интернете, на самом деле, надо не обращать на это внимание, я к этому вел, что надо не смотреть на то, что жопы рвутся, а просто сейчас нет плохой покупки, на самом деле. Любая консоль, которую вы купите, она классная, и Xbox, и PlayStation, если вы покупаете ее. Это просто немножко разные пути. Да, это немного разные пути. Например, очень многие, не путю, но очень многие, они, журналисты, отмечают, что, например, в Call of Duty, Cold War, самый главный дифференциатор между платформами не графон, а DualSense, потому что на DualSense индивидуально чувствуется каждая пушка. И по этому вопросу тоже есть, скажем так, в вопросике, Максимка, как быстро разработчики забросят все клевые фишки DualSense. Как быстро? Знаешь, почему? Почему? Потому что якобы это входит в сертификацию. Сертификацию у тебя надо. Ты должен хотя бы какие-то фичи сделать. Я так понимаю, что там какой-то небольшой чек-лист. Ну, ты знаешь, что можно сделать надебись, а можно сделать хорошо. Ты знаешь, я думаю, что крупным компаниям, чуваки, чувак, я думаю, что будут, скорее всего, крупные компании использовать, потому что это действительно добавляет классный опыт. Я тебе могу сказать, что вот попользовавшись уже два дня, это реально классный опыт. Ну, реально круто. Ну, я просто, знаешь, вот как раньше, например, момент, когда вышли DualShock'и, первые на PlayStation 1, некоторые игры начали выпускать с вибрацией, а некоторые выпускали без вибрации. Ну, хуя, она нужна, типа, да? И вот игры с вибрацией было прикольнее играть, потому что ну, блядь, Rep220 и здесь как бы то же самое же получается, потому что ты играешь и у тебя прям реально ощущения вообще другие от игры и люди будут это потихонечку делать, кто-то будет надъебись, а кто-то будет делать. И я тебе уверяю, что Несмотря на то, что все говорили, что Нинтендо такая же хуйня И вообще у иксбокса тоже курки Типа адаптивные, там тоже вот смешно Тебе звонят что ли, что там происходит? Нет, у меня румба пытается что-то мне там сказать Короче, и что-то говорит Проклятые человеки Заперли меня Мне с румбой вспоминается чувак Который себе сделал в HomeKit Эппловском сценарий Что типа, когда его система безопасности Активирована, она чувствует движение Следующее, что происходит Выключается свет Потому что лампочки умные Включается на умной колонке Guns and Roses Welcome to the Jungle Вот, и выпускается Румба с клеймором Ну это же Вей госпит интернет Клеймор румба, да, класс Я просто к тому, что Мне кажется, фанбоить Будет тяжело То есть Да, это правда Опять будут решать все игры Ну то есть вот опять Будут решать игры Будут решать уникальные фишки платформы Важен ли вам VR Важен ли вам DualSense Важен ли вам Game Pass Короче, у нас на самом деле В этот раз поколение Когда нет проигравших Есть просто разные приоритеты И мне кажется Мы к концу поколения Придем к органичной картине Когда у вас в основной консоли Будет PlayStation 5 Рядом у вас будет стоять Xbox Под Game Pass Какие-то игры Для ПК Да, если у вас нет ПК А работать вы будете На новом ноутбуке Apple С новым процессором Да Один Который тут на неделе проверили И внезапно выяснилось Что оказывается Конечно же в синтетических тестах Это ни о чем не говорит И вообще полных хуйня Оказывается Процессор Уделывает Такие видеокарты Как 1050 Ti Ты что-то не с того места начал RX 560 Вообще не с того места начал А что не так Как бы ты хотел Смотрите, давайте поговорим Во-первых о том Что В общем-то Когда проверяли Скорость процессора Процессора Не GPU Процессора Выяснилось Что у M1 В новой версии Geekbench Которая сделана Была Geekbench Это как раз Бенчмарковая платформа Вот Которая была сделана Для ARM процессоров Там выдалось Синтетические результаты Довольно большие Настолько большие Что Apple M1 Перегнал Эти Даже ноутбуки Эппла Которые были старшие Которые прохи Старшие Core i9 Прохи На Core i9 Да Которые ходили В прошлом году И ну типа Это Ну все такие Что Ну типа Блин фигня какая-то Потом Geekbench запустили В режиме эмуляции Соответственно Тот самый Вот Розетта Стоун Который типа По сути берет версию С Intel И ее как бы X86 код По DRM транслирует По DRM Да Транслирует Короче Выяснилось что Да Производительность падает Примерно процентов На 15-20 Вот Что конечно много Но не сопоставимо С потерей Производительности Intel процессоров После Spectre Мелда Я могу сказать Что я видел Я видел табличку В которой Для программистов Специально Сделанная табличка Типа Сколько компилируется Проект В Xcode И там Типа На разных процессорах Запущено И Там есть Hackintosh Собранный на AMD Reason 3950 Который вот у меня А не у меня 3900 Ну не важно Чуть мощнее Где там 24 ядра И прочее И там Цифры сопоставимые С M1 В режиме Эмуляции Понимаешь Ты понимаешь Что твой процессор Hackintosh Некорректно использует Он эмулирует его Как Intel Ну да Ну просто сам факт Вот у тебя стоит Hackintosh Ты не знаю Там под Hackintosh Делаешь себе Мобильные приложения Например Если ты делаешь Hackintosh На AMD Ты не очень нормальный Давай с этого По моему По моему На самом деле На самом деле Макс ты не прав Hackintosh Сейчас с AMD Нормально работают Нет Ненормально Ненормально Я давно эту тему Узычал У которого Стоял Полгода назад Hackintosh На AMD Нет Ну ладно Ну ладно Хорошо Смотрите Дайте Сам факт Дайте Хотел Договорить Как бы По поводу того Что на самом деле Пока что Все эти задачи Они Немножко Некорректные Потому что Последнее время Вот сейчас Тестировали Последнюю неделю Этот самый Процессор M1 И Все что касается Экосистемы Apple То там Типа условно Xcode Final Cut Вот это все Короче Какие-то базовые Процессы Знаете Типа Раззипировать Какой-нибудь Супер жесткий Огромный файл На 20 тысяч Типа файлов Внутри Ну архив Ну типа M1 Везде там Типа уделывает Все заебись Но Нужно же Посмотреть на задачи Которые Так скажем Не совсем повседневные А именно профессиональные Например Да И Поговаривают Что пока Конечно Процессор M1 И пока Mac Немножко в сыром состоянии Потому что Хорошо сказал The Verge По-моему Это то что Они сделали Очень крутой Они сделали Очень крутой Мне кажется Она требует Внимание у тебя просто Потому что Ты что-нибудь сделаешь С ней Я не знаю Выключили Нет Это сейчас Боря Только что сказал А это Боря Это Боря С пылесосом Я думал Это Румба Пылесос Оказывается Из-за того Что Боря Загнал мячик В пылесос Зарядка Точнее Пылесос Типа рядом Пылесос Оказывается Не заряжался И он сейчас Мне просто говорил Что типа Пиздец Я не могу зарядиться Вот И я вытащил мячик Типа Переставил робота Аккуратно Представляю Очень наглядный Когда Румба Ползет по комнате Знаешь Такая Плей по пласту Убейте меня Короче Я просто Все это к тому Что Пока что Real world Тесты Говорят о том Что типа Они сделали Очень Очень мощный Макбук Для обычного Пользователя То есть Это Ёба Машина С точки зрения Типа Обычного Юзера Который Использует Гугл Докс Немножко Майкрософт Офиса Чуть-чуть Фотошопчика Там что-то Типа Запустился Ну и там Порнушку Посмотреть И браузер Для таких Людей Конечно Это Оверкил Потому что Там Пиздец Какой мощный Процессор Но если Вы являетесь Суперпрофессионалом То конечно Экосистема Эпла текущая Вообще не работают Или Для них Еще нет Версии Типа Под IRM Или Плохо Запускаются Через Вот эту Розету Стоун Которая Транслирует Этот код С Intel С x86 Или же Есть проблемы С плагинами То о чем Мы с Максом Говорили Когда у тебя Да у тебя Запускается Final Cut Да у тебя Запускается Фотошоп Но плагины Нет Не запускаются Вот И как бы Вот для Профессионалов Пока что Не очень готовое Решение Но для Непрофессионалов Очень крутое Решение На самом деле Поэтому Если у вас Реально Был MacBook Air Который вы Использовали По стоку Поскольку Это просто Оверкил Решение Которое Прям На 10 голов Будет превосходить Ваш прошлый MacBook Air С точки зрения Конечно Профессионального MacBook Pro Спорно Но что интересно По поводу графона Дима с этого Начал как раз Тут же проверили Еще и GPU И выяснили Что там тоже Очень смешанные Ощущения С одной стороны Там GPU С точки зрения MacBook Он Неплохой Потому что Естественно Он перегоняет Intel Ares Естественно И он в целом Как бы Дает картинку Даже лучше Чем например Мой MacBook Pro 2019 года Который Так скажем Средней комплектации Да Вот у меня Core i9 Но у меня Radeon 560x Radeon Pro 560x Так вот Он Примерно На 30% Перегоняет На 30-40% Перегоняет Типа Мою карту И Перегоняет В том числе 1050Ti Тоже Как нам правильно Пишут 1050 Это же говно Ну то есть Это не самая Топовая Карта Брата Ну Ты знаешь Закасарь Ультрабук Ультрабук Закасарь Без Вентилятора Дискретной графики Без вентилятора Понимаешь Без дискретной графики Без вентилятора Ультрабук Хорошо Это реально Который у тебя Перегоняет 1050Ti Который способен Запустить тебе Fortnite В 1440p 60fps На средних Нет Способен Способен Уже Я тебе больше Скажу 1050Ti Запускает Fortnite На хаях Ой ну вас Блин Симфортнайтом Давайте еще Фортнайт Начнем Ну смотри Там дело в другом Дело в том Что нативный Код Работает еще лучше Потому что Посмотрели Типа который Под метал Написан Или что Да Потому что Запустили Последние игры Например Из Этого Геймпаса И например Паслес Паслес Новая игра Которая выходит На консолях 60fps В 1440p Пух Легко Вообще идет Совершенно Спокойно Вот Поэтому Как бы Все что будет Сделано под метал Все вот эти Игры которые Выходили В геймпасе Которые выходили Премиальные игры То есть Все вот эти стратегии Блин там Там миллион Есть игр Которые ты можешь Вот сейчас взять Скачать и Поиграть Их реально Очень много И геймпасы Напоминаю вам Что будут в ближайшее время Еще больше усиливать И там Ожидается довольно Большое количество Жирных Серьезных игр Поэтому опять же М1 Это Геймпасы Наверное Apple Arcade Да Apple Arcade Прошу прощения Вот Apple M1 Опять же Это первый пробный шар Поэтому все и говорят Что типа да С точки зрения Обычного юзера Типа такая вот Машинка Печатная Такой типа Просто комплюктер Да Как бы вот Хорошо Очень круто Профессиональный пользователь Спорно Очень спорно Как бы пока что Поэтому Как бы если вы реально там Например только Кодите в Xcode Может быть Имеется Муслов взять Если вы монтируете Что-то там Типа Какие-то видосы Или еще что-то делать Какая-то серьезная задача Спорно Как бы не факт Что вам зайдет Поэтому Ну как бы такое В общем Думайте Читайте обзоры Смотрите Опять же Вот Димка Например Может быть Как раз ему Для смены Его Макбукера Может быть Даже подойдет Абсолютно одетая Фанатка завтракаста Занесла нам 333 рубля Предлагаю Дринкингейм И пьем каждый раз Когда Тимур говорит А я напоминаю вам Хорошего стрим Чуваки Спасибо Спасибо ребята У меня много слов Паразитов Простите пожалуйста Тивиджинзай Останется Трублей Черт убери Дима Это был Дианон 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 Два Твоя настоящая Фамилия Друсь Ведь похож Как каплю Хрустальной Солы Такой Типа Поправляет Очки Да Слушайте А с другой У нас Очень крутая новость Она С тройным дном С тройным А я надеюсь Это дно Это те уровни дна Которые мы пробили Да Ну Знаете Это куча метаиронии Куча дна Вот это все То есть В общем Тут очень интересно Давай сначала Со мной Напоминаем вам Что мы долгое время Говорили Обсуждали Обсасывали Битву Между Титанами Битва двух Якодзун Соответственно Разработчики Фартнайта И Unreal Engine Epic Games Против компании Apple И потом Как бы соответственно Поскольку Epic Games Все таки Это такой Знаете Маленький Такой типа Якодзуна А Apple Большой Якодзуна Да То поэтому Им пришлось Притаскивать Еще таких же Небольших Якодзун Типа там Спотифая Там еще Создавать Целую коалицию Людей Которые недовольны Большой Якодзуной Да Короче Сейчас мы тут у вас Типа знаете Куча больших шавок Типа сейчас возьмет Слона Типа Затявкает В общем Короче Ну Я напомню вам Что был суд Что Вся претензия Сводилась к тому Что Apple Типа неправомерно Пользуется своим Монопольным положением В целых 15% Мобильного рынка Ну Диктует Соответственно Условия В 30% Комиссии Для Разработчиков При этом Точно такой же иск Был подан К Google К Microsoft К Sony К Nintendo Не был подан Хотя Тебе тоже 30% Требуют Вот Но К Google Избирательно И избирательно К Apple Был подан Такой иск И вообще С точки зрения Пиара Они начали Прям давить Как каток Малолетражный Каточек Начал давить Что Даже некоторые люди Внезапно В интернете Даже начали покупаться И говорить Действительно Маленьких разработчиков Давят Невозможно Начать Свой бизнес В IT С этими 30% В этот момент Все Нормально адекватные Маркетологи Бизнес-менеджеры И прочие Говорят А вы знаете Есть такое слово Называется Бизнес-план Где ты берешь Считаешь Сколько Стоит Типа Знаете Сколько стоит Снять офис Слишком сложно Сколько стоит Производство Налоги И прочее Короче И там же Обычно Эти самые 30% На что Все такие Нет Нихуя Пиздец Слишком сложно Как Димка Такие говорят И типа Нахуй ваш бизнес-план Я хочу Блять Приложение делать И бабки получать И 30% Меня гнобят Это знаешь Как в реке морти Давай разработаем Мобильное приложение Да-да-да Туда-да Мобильное приложение Было разработано Полностью Так что Помещалось Во все Комиссии App Store Так В общем Смысл в том Что Apple Оказалось Незавидным положением С точки зрения Пиара Знаете Когда ты такой Типа говоришь Что Мы там Разработчикам Выплатили кучу денег Мы там Помогаем Мы там Ну Давайте будем честными Гигантское Невероятно Огромное Количество Бизнесов Просто Существует Потому что Существует Экосистема Apple И как бы Как следствие Впоследствии Еще и начала Существовать Экосистема Android Про Android Ты забываешь Как-то Постоянно про Android Нет Я просто говорю О том Что благодаря Этим системам Вообще Принципе Существует Этот бизнес Существует Бизнес Инстаграма Инстаграм Магазинов Существует Бизнес Типа Убера И прочих Ну то есть Огромное Количество Бизнесов Просто Существует Потому что Когда-то Создали App Store И его Поддерживают Развивают И так далее Но это Все не Относится К сути Короче Ну просто Когда у тебя Условно Apple Всячески Говорит Что мы Поддержим Разработчиков Мы выплачиваем Бабки И вот это Все И Google Ага И мы Тоже Мы Тоже Вот И Ну не очень Красиво Конечно Когда тебя Подрезают В этом Пиар Направлении Говорят Так Прям Сналет Ты Жмешь Разрабов Так Вот Ты Ты Пидор Такой Жмешь Разрабов Короче Вот Последнюю Кроху У них Вынимаешь Буквально Из тарелки Понимаешь И Apple Тут Почесала Репу И Сделала Финтушами Довольно Интересные Они Пошли На встречу Коалиции Разработчиков Которые Говорят О том Что Мы Вообще Представляем Интересы Всего Рынка Всего Рынка Мы Представляем Интересы Вот От От Вот Этих Маленьких Чувачков Знаете Там Два Человека Пилят Маленькую Программку И Получают Тысячу Долларов В месяц Мы Вот И Представляем И Представляем Вот Большие Команди Мы Всех Представляем Короче И Apple Тут Пришла Знаете Идеальная Вы же Налеко Играли В Гостов Сусиму И Вообще Знаете Всю Механику Разделяя И Взлавствую Она Пошла И Разделила И Властвует Ну Сейчас Посмотрим Как Получится На самом Деле Это Скорее Такой Знаешь Иезуитский Шаг Вы Скажите Смысл Новости Вот Так Долго Подожди Нет Это Очень Важно Как Раз Я Подхожу Очень Аккуратно Что Apple Пошла Именно По пути Разделения Вот Этих Самых Вот Этой Самой Типа Коалиции Которая Якобы Представляет Интересы Всех Разработчиков Так Вот Что Сделала Apple Она Сказала Мы Снизим Комиссию С 30% До 15% Но Не для Всех Но Только Для Вот Вот Этих Самых Маленьких Разработчиков Коих 90% Они Так И Говорят 90% Разработчиков Мы Для Большинства Мы Для 90% Разработчиков Снижаем Комиссию Но Каким Образом Комиссию Они 15% Снижают Только Для Разработчиков У которых Оборот Не больше Миллиона Долларов В год А Ревеню Это Оборот Или Выручка По факту Это И есть Оборот И Выручка То есть Грубо говоря Ревеню Это То что Они Привлекают Условно От Людей То есть Соответственно Тут же Идет Комиссия Остальное Дет Разработчик Разработчик Платит Аквайрингу Всем Ну то есть Если Твое Проложение Прокачивает Через Апстор Больше Миллиона Долларов То ты Заплачишь 30% А если Меньше Миллиона Долларов То 15% Я вам Даже Больше Скажу Это Новость Потому что Тимур Про это Не упомянет Извини Это Просто Ты за Этим Не следишь И Слава богу Есть Очень Хорошая Параллель У Эпла Потому что Я уверен Что на эту Херню Начнут Залупаться С этой Позиции А что это Вы такой Прогрессивный Наук Вели А То есть Типа Вот этим Вот 15% А нам Сразу 30% Без 25% Без 20% А где Промежутки На что Эпл скажет Да Идите У Гейба Ньюэлла Спросите У него Та же Хуйня А вы знаете Что У Гейба По другому Подожди Очень важно Сказать Поправить Макса Потому что У Гейба Ньюэлла Ровно наоборот Чем больше У тебя оборот Тем меньше Процесс Нет я знаю Но опять же То же самое Что Вот она То же самое Это ровно Ровно обратная Ситуация Я поясню Почему Нет ты не понимаешь Я имею ввиду Что у него нет Промежуточных шагов Он сразу Очень важно Что Эпл Как правильно Ну как она Правильно С точки зрения Вот этого Пиар-хода Обернула Всю эту историю Это программа Поддержки малого бизнеса Самозанятый И это Это реально Как бы Блин Это просто Знаешь Ты как это Типа Ты берешь Свой Апсер И так его поворачиваешь Что ты не обосрался А просто Подожди А теперь давай По пальцам Какой Апсер Какой Апсер Ну как бы Они же снизили Как просила Эпик Комиссию Так они снизили Ну Подожди Апсер Апсер То где Где Апсер Пошли На поводу Эпиков И этой Коалиции Они пошли Ну да Снизили же Комиссию Да Кому Эпиком А что мешает Эпиком Разделить Свой Фортнайт Тысячу Фортнайтов Тысячу Фортнайтов Да То есть Как бы Одинаково Положите А вы играете Фортнайте 4 Пожалуйста А вы Фортнайте 1348 Да И все Идем Давай Обратно Типа Ревайн Сделаем Обратно В реальный мир Возвращаемся Так еще Не Нет Ревайн Как на твои слова О том что Вот там Обернули Апсер Эппл Вот это все Во-первых Диапсер Во-вторых Прогнулись Прогнулись Кому Кому Под коалицию Эту проклятую Прогнулись ли Они там Спотифай Узнаешь ли Не вернули Возможность Заплатить Те люди Которые Присоединялись К этой коалиции Которые говорили Что я маленький Разработчик Я Не могу платить 30% Они наверное Сейчас ликуют И говорят Что да Эппл Правильно Прогнулись Молодцы Наконец-то Пошли на поводу Разумных Доводов Вопрос в том Что Как раз о чем Я и сказал Почему Играли ли вы В Гостус Тусиму И читали ли вы Вообще Все эту историю Разделяя злавство Они пошли И разделили И теперь Они просто Выбили из-под ног Всю вот эту Поддержку Малых разработчиков Которые говорили Да 30% Пиздец И они Ты прав Они теперь все пойдут И скажут 15% Заебись Да Пойдут Подадут заявку И скажут Во 15% Заебись А эпику Это 15% Не будет И Здесь важно понимать Что большую часть Выручки Эппл получает В App Store С больших игроков Она получает Ощутимо Большую часть Выручки Я думаю Что скорее всего То есть это как Классическая история Что типа 10% Разработчиков Приносит 90% денег Типа того Да Вот И когда ты У 90% Разработчиков Которые приносят 10% денег Снижаешь комиссию В 2 раза Ну ты теперь Будешь получать Условно Типа Не 10% На 5% На 5% Ты снизил себе Типа Выручку Зато Какой пиар-ход И теперь Все Отъебутся И в суд Понимаешь И в суд Придут И в суд Попадет И сейчас Встанет На сторону И скажет Да вон же Смотрите Все снизили Вот это Все А ты понимаешь Нет Тимур Ребят 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 Подожди Кто больше всего Пострадал В этой ситуации Не эпики Знаешь Кто больше всего Пострадал Google Потому что Им придется Сделать То же самое Чувак Пострадал Вот насчет Эпиков Ты не прав Потому что Я напомню тебе Что Epic Games С iOS Версии Fortnite Заработал Порядка Миллиарда Долларов И этот Самый Миллиард Долларов Второй Они сейчас Не зарабатывают Пацаны Пацаны Знаете Внимание Вопрос Голос Раздается С потолка А у нас Тут Юла Стоит На столе Значит Ли это Что На 15 Процентов Упадут Цены На приложения Разработчиков Ха 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 Это Как вопрос Блин А вы видели Что там Доллар Подешевел Это Что Получается Игры Подешевеют Да Да Консоль После Нового Года Когда Она Подешевеет Да Давайте Задавать Встречные Вопросы Коалиции Разработчиков На которые Мы никогда Не услышим Ответ Слушайте Пацаны Вы Задаете Их Неправильно Потому что Я вам Как представитель Разработчика Сейчас Объясню Все как Надо На самом деле Что Сейчас Надо Что по Разложат Максим На самом деле Понимаете Когда Вы Берете Условно Ставите Допустим Вы продаете Ваши услуги Через Веб И допустим Через IOS В основном Практически Все стараются Цены Оставлять На одинаковом Уровне И то есть Грубо говоря У тебя услуга Стоит Тысячу Рублей Ее Ставят Вебе Тысячу Рублей И ставят В IOS Тоже Тысячу Рублей Никто Не ставит Дороже Да Да Обычно И получается Так что Так завелось Потому что Обычному Юзеру Не объяснить Почему Твоя услуга В Вебе Стоит Одно А в IOS Дороже Понимаешь Контр Пример Хочешь Подожди Дай договорить И смысл В том Что ты Получаешь На IOS Ты получаешь 700 рублей Ну то есть Ты ничего Ты из этого Кассера Получаешь 700 А там Ты получаешь За всеми Аквайлингами За всеми делами 900 рублей Ты получаешь И ты просто На IOS Не дополучаешь Бабло Не факт Что объем Это скорее Так У тебя Появляется Новый Канал Продаж То есть Грубо говоря Знаешь Как это Лучшее сравнение Знаешь Какое сделать Например Ты открыл Кафе На одной Улице Москвы И у тебя Аренда На районе Москвы Стоит 100 тысяч Рублей За кафе Ну ты не можешь Сделать Дороже Цену Поскольку У тебя Во всех Кафе Должна Цена Одинаковая Да А потом Ты открываешь В другом Районе И у тебя Стоит 50 тысяч Рублей Аренда Ты открыл Просто В еще Одном Месте Тебе просто Дали Возможность Открыть В еще Одном Месте Аренда Дешевле А цены У тебя Такие Понятная Аналогия Но вот Тебе Хорошо Пишут В чате Что Если бы Эпики Не начали Шатать Эпл То сидели Бывы Сейчас Со своей Комиссией 30% И не Рыпались Бывы Вообще И за Это Эпикам Надо сказать Спасибо Что они Вообще Эту Движуху Начали А Я напоминаю Что в Стиме Была Точно Такая Же Ситуация И Если бы Эпики Не выпустили Свой Стор И Тим Суини Не говорил О том Что Да Пацаны Большая Комиссия В Стиме Приходите К нам В Эпик Стор Там Будет Меньше Комиссия И Они Как раз Тогда И Привели Пример С Этой Градацией Процента Да Что типа При определенной сумме Доходов Ты получаешь Ты платишь Как бы Меньше И Стим После этого Сразу же Ввел Точно Такую Систему У них До этого Было Точно Так же Как У Эпла Поэтому Вопрос Такой Эпики Не в том И не в другом Случае По сути Не выиграли Но При этом Конкурентов Прогнули Нахера Ну то есть Как бы Для чего Для того Чтобы во всем мире Стало лучше Винни болел За маленьких Разработчиков Просто представь себе Ты Такой Разработчик Мобильного Приложения Который получает Деньги И тут Внезапно Ты получаешь Начинаешь Получать На сколько На 15% Больше Дохода Просто Вот так С нихуя Ты ничего Не делал У тебя Как было Твое старое Приложение Так и осталось Пользователи Как платили тебе За свое старое Приложение Так и платили Ну ты просто Получаешь От Apple Больше денег Это знаешь Это как Новогодний подарок Тебе такой На И ты такой Бля Охуеть Чувак В твоем Из твоих Трех кафе В одном кафе Которое ты Вот снимаешь Уже два года Внезапно Снижают аренную Плату Да И она становится Типа не 100 тысяч А 50 тысяч Вот ты снизил Арендную плату Значит ли это Что ты должен Снизить цены В своем кафе В этом районе Про пользователей В таких историях Никто никогда не думает Я думаю Что на пользователей Как традиционно Клали хуй Так и будут Класькой Никто не будет Снижать цены Никто не будет Об этом говорить Это все В суде только Знаешь Ты говоришь Что вот Пользователям Надо снизить цены На деле Ты их снижать Не будешь Они как бы То есть Пользователи тебе платили Значит они были довольны Понимаешь То есть как бы Все Ну Я думаю В завершении этой темы Замечательная информация Которая только что Вот Только что Попала В интернет Что сейчас аналитики Начали прикидывать Сколько Apple Будет стоить Этот имиджевый шаг 2% Выручки Ну бля В объемах Apple Это много Мне кажется Нет Нет В объемах Apple Да Но в относительных Размерах Не очень много Так что Но при этом Они выиграют То что Не будет никаких Против них санкций Да Они выиграют Судом обойдется Гораздо дороже Как и антимонопольное Разбирательство Да Потому что антимонопольное Разбирательство Было бы намного жестче На самом деле Короче В общем Продолжение Немножко про мобильную Индустрию Напоминаем вам Что в России Все немножко тяжело С 5G Вот И дело в том Что 5G Частота Которая как бы Используется в Европе Которую у нас В общем-то Все планировали Запускать Эти частоты На данный момент Забиты у нас Спецслужбами И военными Вот И многие компании Как бы сейчас Просят Соответственно Эти частоты Освободить Но Ну Соответственно Операторы Но при этом Наша Государственная комиссия Телерадиочастот Она как бы До сих пор Отказывает И говорит Что типа Нет пацаны Никак Вот мы можем Выделить частоту Которая Хуй пойми Где используется Нет Тимур Даже не так Даже не так На самом деле Ситуация Очень Российская Я бы сказал Когда Голова не очень Понимает Что делают руки А задница Она идет Своим ходом И проблема Вот в чем В Минсвязи В Минцифре Точнее Прекрасно Понимает Что нужны Правильные Чувства В комиссии По связи На самом деле Тоже не дураки Сидят Я с ними общался Когда на радио Работал Они в общем-то Тоже умные люди На самом деле Звучит дико Я понимаю Проблема в том Что Когда генерал Говорит Опять же У меня тут Радар Вон Видишь Шесть этажей Радар Вот он На этой частоте Хуярит Нет И у нас Возникает Очень интересная История Когда Абсолютно Все надзорные Органы за связью Пытаются Пробить Военное Лобби И В статье На ведомостях Очень хорошо пишут Почему это произошло Хочешь Вот прям тебе Прям Давай Давай Смотри Есть такой Совет Безопасности В России Он в августе 2019 Года Выступил Против И президент Путин Это возражение Поддержал И вот В такой Ситуации Комиссия По Госрадиочастотам Даже понимая О том Что 5G Важен О чем речь А на что Должна была В этот момент Сделать То есть сказать Нет Владимир Владимирович Знаете Вы в этом Ни хера Не разбираетесь Давайте Мы вам Точно скажем Что надо делать Да они же Все в язык В жопу засунули И сказали Нет Естественно Это первый момент Второй момент Что операторы К их частей Не пытаются Забросить Этот вопрос Спустите его На тормозах Несмотря на все Отказы Они продолжают Бороться У них выбора Другого нет Максим Потому что Ты не можешь Найти оборудование Точнее можешь Но у тебя Как бы Количество Производителей Которые могут Тебе такое оборудование Сделать Оно чуть меньше Чем то Которое Типа Проблема в том Что те частоты Которые готов Выделить Минобороны Под эту всю историю Он требует Гораздо большего Количества репитеров Чтобы работал 5G То есть тебе Физически Надо будет Ставить больше Вышек Больше оборудования Просто напоминаем вам Аккуратно Что когда у вас Есть 3 ГГц И 6 ГГц Когда частота Становится Чуть больше То это значит Что волна Волна Становится короче И чем короче Волна Тем больше Вам нужно Мощности Чтобы эту волну Донести Соответственно И эта волна Тем меньше Путь проделается Той же самой мощностью Поэтому Вам нужно Реально больше Базовой станции Потому что Тупо волна В 2 раза Короче Понимаете С этой историей Я расскажу Просто Один случай Жизни Он будет Философским Потому что На эту тему Рассуждать особо Не о чем Но Просто Ну подумать Что называется В Казани Очень долгое время Был такой Авеостроительный район Я кстати там вырос Это фактически Был за то Примыкающий Казани Закрытый Такой автономный Район Практически Город Там своя Станция Накачки воды Там своя ТЭЦ То есть Это полностью Автономная От Казани Структура Так В определенный момент Она вошла в состав Казани Там все открыли Это стал Городской район Авеостроительный район И Там был один въезд Единственный Это такой Железнодорожный мост Двойной С двухполосной дорогой Двухполосная в одну сторону Двухполосная в другую Там естественно Топило Потому что Это все стояло В низине Там стояли Адские пробки Добираться было невозможно Город рос Это был Чокпоинт Адский Это очень сильно Мешало району Развиваться И В определенный момент Городские власти Решили Нам Надо пробить Новую дорогу Нам надо построить Новое шоссе Проблема была Только в одном Абсолютно Вся, блядь, земля Где можно построить Это шоссе Сидит под Минобороны Потому что Здесь это земли Авиастроительного Завода Капо Здесь это земли Вертолетного завода Здесь мотора Строительного Десять лет Они долбили Власти Десять лет Они ходили По кабинетам Но спустя десять лет Все-таки построили Эту дорогу И она действительно Классная И позволяет Попадать В город Гораздо быстрее Но факт в том Что если вы думаете Что 5G разрешится Долго Ой, точнее Долго Быстро Нет Это будет Долгая история И скорее всего Надо смириться С мыслью Что 5G в России Нормальный 5G Опоздает Хотя 3G И 4G Мы адаптировали Одними из первых Да К сожалению Вот такая история Слушайте Ну в общем Короче Я могу сказать Что Я просто Знакомился с планами По постройке 5G Еще типа Которые были Там год назад Два года назад У операторов Вот Они так были Нерадужные Вот А сейчас я думаю Что они тоже Как бы Не прибавили в радужности Поэтому Абсолютно, да Я напоминаю вам Что даже Недавно выходила Статья на Т-журнале Где журналист Т-журнала Сходил В закрытый Исследовательский Центр Мегафона Где На очень Маленькой Мощности Работает 5G Настолько Маленькая Что Ты с телефоном Сидя с ним В одной комнате Должен подходить К нему Чуть ли не вплотную Чтобы он заработал Нормально И Ну То есть Потому что Нигде Им запрещено В коммерческом Использовании Исплуатации Да понятно Да Чтобы поэтому Нигде Даже с улицы Не ловился И То Нужно Специальную Сим-карту В сервисную Вставить Чтобы у тебя Только Запустился Это самое 5G И словил Базовую станцию Короче Там Куча Куча Нюансов В общем Я думаю Что рассчитывать На 5G В ближайшем Обозримом Будущем Не стоит Но я могу сказать Что к чести Наших операторов У нас 4G Периодически Уже под 200 мегабит Работает Как бы Что Неплохо На самом деле Как бы Я могу сказать Что не всегда Такие скорости В Европе Там В США На 5G Есть Ждется на лучше Я считаю Что за 5G Будущее Так что Мы рано или поздно На это все перейдем А если вы хотите Съездить Комфортно И Классно И вообще Полностью Полноценно В страны Где есть 5G Особенно Вангу Говорящие Мне кажется Макс очень плохой заход Потому что Ну что такое Блядь Потому что сейчас Ездить никуда нельзя Вот Так что Как бы Плохой заход Съездить никуда нельзя Ой все Все Ну все Ой все Короче Нам опять занесли Пацаны И Мы хотели вам посоветовать Крутой сервис Который В общем-то К нам уже приходил Крутой сервис Который поможет вам С классной задачей В которой К нам постоянно Люди приходят Вот К нам приходят люди С задачей о том Что типа А как изучить Английский язык Как его изучать Как его подтягивать Включите русик Как включить русик А давайте Нам реально же Приходят на стримы Люди и говорят Что типа Можете пожалуйста Включить русский язык Потому что Типа непонятно Ничего там говорят Ничего у вас написано Мне понравился Момент Когда недавно На стриме Чувак какой-то Пришел У меня что-то было По-моему Моровин что ли Запущен Типа на Английском Потому что Русской версии Нету На Xbox Ну вот И чувак пишет Че англичанин Тухуя что ли В плече русский язык Я такой Блядь В общем я могу сказать Что Базлэнглиш Это вообще Один из крупнейших В России Сервисов По самостоятельному Изучению английского языка У них Больше 9 миллионов Пользователей И Это классный сервис Который Мы кстати в чате Как-то его недавно Обсуждали В нашем завтра чате Что Там очень много Классных Тренажеров Которые хорошо Могут типа Подойти для любого уровня Ну то есть типа Ты ни хера не знаешь Есть возможность Типа там прям Поизучать правила Слова Там и так далее У тебя ребенок Который типа Только начал Уучить английский язык Там прям вот Будут типа Hello Ты Типа Это буква A А это буква Детский курс Тоже есть Да Детский курс Тоже есть Потом Там есть например Если вы Неплохо знаете Ангельский язык Ну там типа Читать умеете Но плохо Понимаете на слух Есть огромное Количество упражнений Которые именно Для Улучшения именно слуха Ну на слуха Как вы понимаете Для грамматики Для синтаксиса Для погружения В англоязычную среду Чтобы понимать Как говорят Чтобы вот не было У вас советского Английского языка Когда How much watch У вас там Типа И вот это все Получается То есть там вот Очень круто Учат различным идиомам И самое главное Что там Ну то есть там Такое гигантское Количество контента Что типа Можно сидеть И там несколько лет Прям изучать Вообще без прерыва Но В чем прикол Дело в том Что сейчас На пазл-англише Идет черная пятница Она продлится Буквально еще недельку Там где-то до конца Примерно плюс-минус ноября У вас есть возможность Купить премиальный доступ На год Или вообще На всю жизнь Ну то есть полностью Вообще навсегда купить Ну вот тут подкасты есть Смотри-ка Да Там есть так называемые Синхро подкасты Это когда берутся подкасты На английском языке Делается их транскрибация И в момент Когда ты слушаешь подкаст Тебе показано Типа что Сейчас вот идет Вот здесь вот Вот и прямо слова Выделяются Которые сейчас произносятся И в этот же момент Выделяется их перевод В русской версии То есть у тебя одновременно И русская И английская версия идут Понимаешь? И короче И тебе выделяется И если ты вдруг Какое слово не понял Ты можешь посмотреть его перевод И добавить Например к себе словарь И впоследствии Его повторять Когда тебе Ну там будут игры На закрепление слов Например Ну то есть короче Довольно удобная экосистема Короче Черная пятница Скидки до 75% За 3690 рублей По-моему Это По цене В общем-то Трех уроков с нейтивом Вот С живым преподом Вы можете получить Премиум доступ Просто к гигантскому Количеству контента На всю жизнь Вот То есть как бы 3690 Это вообще Это меньше чем игра На PlayStation 5 Понимаете? Я вам даже больше скажу У меня отец занимается Собственно В пазл инглише сейчас Активно И вот он Насколько сундук Ну чуваку уже Сколько 54 года Сложно В таком возрасте Нужно воспринимать Вот Все равно идет со скрипом Нормально Он Я должен сказать Весьма неплохо Прокачался За 3 месяца Что он занимается И сейчас Ну Если не комфортно То пока Бутылка в баре Господи Если не комфортно То по крайней мере Вполне Он теперь не мучает меня Как эта кнопка называется Что у него пишет Приложение на маке Вот И так далее То есть в этом плане Даже если не себе То есть если вы знаете Английский язык Вам не надо подумать Это хороший вариант Для родителей Которые хотели Войти Или для детей Это все Да Ну в общем Короче Пазл инглиш Довольно крутая история Там действительно Есть тренажеры На любой вкус И самое главное Кроме тренажеров Там есть именно курсы Так называемые Курсы титчера Которые нужны Ну под любой уровень Если у вас там Элементаре Для элементаре Для интермедиат Интермедиат При интермедиат При интермедиат То есть Прям выбираете И фигачите Короче Переходите По ссылке в описании Пазл инглиш У нас есть какой-то там Промокод Или что-нибудь такое Нет? Нету К сожалению Короче Но если вы перейдете По ссылочке в описании Нам скажут спасибо И купят у нас рекламу Еще раз Вот А вы соответственно Сможете позаниматься Английским языком Там кстати Есть еще и пробный период По-моему На неделю Или на две Когда вы В общем-то Можете позаниматься И Понять вообще Что за сервис Какие там упражнения Вот Сразу после регистрации Такие пироги Да Мы переходим К нашей основной теме подкаста Дело в том Что У Тимура Непонятно Откуда Материализовалась Дома Плейстейшн 5 Я видел ролик Который ты записывал На айфон Который На нашем канале лежит Да Ну Как бы Видно сразу Что не премиум Упаковка Плейстейшн 5 Упакована Как говно Ну то есть Знаешь Я даже думаю Что в некоторых странах Говно лучше упаковывать Чем Плейстейшн 5 Скажем честно И Я не понимаю Как бы Почему так Мне кажется Что упаковка Это главное Потому что Как только я открыл Свой Иксбокс Я сразу понял Что Атмосфера Праздника Новогоднее настроение Какое-то Ты сразу смотришь На нее Тебе написано Power Your Dreams Это такой Да Давай посмотрим С другой стороны Давай У тебя Сам праздник Будет От того Что ты вообще Смог купить Плейстейшн Да Здесь как бы Похуй Чем она Сам факт Наличия коробки Просто С этой консолью Дома Понимаешь Вообще Поебать В чем Хоть она в тряпку Будет завернута Пожалуйста Дайте Плейстейшн Понимаете В любом виде Там По частям Продайте Я сам соберу Дома Понимаешь Ну просто Серьезно На самом деле Плейстейшн 5 На старте Сейчас будет Достать Тяжеловато Вот Но я думаю Что Под Новый год Или Сразу после Нового года Она все таки Появится В свободной продаже Ее можно будет Спокойно купить Мне сегодня Замечательный Ритейлер Эльдорадо Ебать его В сороку черенком Сообщил Что Не получу я Консольку 19 ноября Я получу Когда нибудь Потом 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 Ну Как бы Димка Ну все будет нормально Я ничего не знаю Я Я Братан Реагирую так Не Каждый день Не поигранный В Плейстейшн 5 Я буду играть В Xbox Знаешь Во что Ну вот Кстати Да Во что Как ты думаешь Ну как ты думаешь В Shadow of Mordor Нет Подумай еще Давай я тебе Подсказку дам Подсказку дам Подсказку дам Недавно Недавно Человек Из этой студии Перешел Работать В Microsoft Недавно Ну пока еще не пришел Он скоро перейдет То есть в Skyrim что ли Хочешь Чи-чи-чи Близко Обливион Обливион Да Это мои Мои зайки Вы сразу догадались Зачем мне Треть Конечно Не Моровин Не Моровин Слишком Слишком устарел А вот в Обливион Я сейчас играю И прям такой Очень рад этим копипастным коридором С Xbox 360 Прям вообще Знаешь Вот прям вот Прям Сердечки Мне очень Смотри Там есть история в том Что Когда ты нажимаешь На Xbox Кнопку Xbox Вот эту верхнюю Да То у тебя открывается Меню Xbox Нет Открывается меню Xbox Series X Ну все логично Да Для того чтобы запустить Меню Xbox 360 Ты нажимаешь Вот эти две кнопки Одновременно И у тебя Открывается Менюшка Самого Xbox 360 Угадай Как внутри Этой менюшки Называется Мой Xbox Series X Xbox Дима Нет Xbox One Xbox One X Он называется То есть Внутри Этой хуйни Майкрософт Сама не знает Какую Блять Консоль Она продает И ты такой Почему Одна строчка Одна Блять Ебаная И они записали В уходят Новая консоль И они такие А блять Похуй Никто не обратит Внимание Кроме До юбистовой Димки Завтрак Что такое Это чисто Саксфол Саксэсфол Самое смешное Что у ютуба Есть Специальная аналитика Прямо Ты Когда подготавливаешь Трансляцию Там есть Вкладочка На которой Пишут Какие у тебя Ошибки Знаешь Что она Сейчас Пишет Нет Связи С сервером Понятно То есть Как бы Нет связи С сервером Ютуба Димка Ты понимаешь Что у нас Как бы Тут в этом плане Немножко сложная ситуация Потому что Типа Или мы стримимим На ютуб Или мы стримимим На твиче Нас забанят За любую поебень Да Или мы стримимим На вк И к нам приходит В 10 раз меньше людей Либо в 10 раз больше У нас совершенно Не наша Да Вот Или мы стримимим В твиттер В перископ Приходит никто Да Или Или в тик ток Стримить можно Наши называть Надо при этом Надо будет Нет Надо будет Максимка Наш трехчасовой Подкаст Просто разделить На 3000 Секундные блоки Да Понимаете Проблема в том Что приходит При этом Любой человек В комментариях Пишет Винни-Пух И нас тут же Банят Помните Классно было Когда был сервис Абсолютно Непредвзятый Который работал Как часы На который приходило Миллионы людей И который Микрософт закрыла Помните Да Миксер Хороший был Миксер Мне миксер нравился Мимиксер Короче В общем пацаны Смотрите в чем прикол Действительно Вы можете посмотреть На нашем канале На наш анбоксинг В 4К HDR На совместимом устройстве Например Вы можете посмотреть Приложение Ютуба На айфоне Начиная с айфона X Ну то есть X, XR, XS 11 11 11 Pro 12 Соответственно Вы можете На любом айфоне Посмотреть На айпаде Хуже HD эффект Он почти не виден Соответственно Вы можете Посмотреть Через приложение Ютуба Например На LG OLED На NanoCell Если он у вас Поддержит 10 битный цвет Но смысл в том Что Ютуб конечно Немножко хуевничает Потому что Если туда заливаешь Видео В режиме Dolby Vision Он его Переконвертирует В HLG Такой более Распространенный Формат Который создан HDR для Бродкастинга Для телека И как бы Он выглядит Не совсем так Как он выглядит На айфоне Но все равно Прикольно А можно вопрос К тебе По поводу айфона На айфоне Нельзя выбрать В каком HD писать Видос Нет Только Dolby Vision Только Dolby Vision При этом Проигрывает он Все что угодно Даже HDR И так далее HDR 10 И прочее В общем Я могу сказать Что Получился прикольный Видос Посмотрите Как бы Это наш первый Анбоксинг Ну просто Подпишитесь На наш Ютуб Нажмите Колокольчик Пожалуйста Ну в общем Было бы очень неплохо Если вы бы это сделали Пацаны Потому что Мы чуть-чуть Не добираем Знаете Там до 10 тысяч У нас там 8600 что ли Примерно Я вам даже больше Анонсируюсь Если мне все-таки Диджитал Приедет В срок Я вам еще И диджитал На альфа 730 Опять смотреть На вот эту Идиотскую Распаковку Говнокоробки Конечно Я ее специально Порву Еще и постоянно Раз фокус Будет туда-сюда Я специально Для тебя Фокус Пулер Сделаю Чтобы Тебе всю Чтобы Это говно Просто Взвинящее Резкостью Попробуй Мне кажется У тебя не получится Я читал Недавно Историю Что Какой-то Ютубер Говорит Вот Ко мне Приехала Пластейшн 5 А я напоминаю Что в США Пластейшн 5 С 12 Ноября Теоретически Можно купить Если найти Ее Конечно Но Теоретически Можно И Народ Вовсе И какой-то Ютубер Пишет Что Ко мне Приехала Пластейшн 5 И Сейчас Мы Будем Делать Распаковку Темное Затемнение Из Семьноты Появляются Буквы Конечно Нет Ведь Их Миллионы На Ютубе В общем Смотрите Давайте Я расскажу О Плейстейшне Вещи Потому что Вы наверняка Уже Почитали Миллионы Обзоров Вы уже Наверняка Посмотрели Кучу Анбоксингов Вы уже Наверняка Почитали Я Очень Вкратце Расскажу О Каких Очевидных Вещах Я Напоминаю Вам Во-первых Что Я Сделал Финт Ушами Я Рассказывал Об этом В прошлых Выпусках О том Что Специально Под обратку PS4 На PS5 Я Под PS4 Про Купил Себе Внешний SSD Причем SSD Так Скажем Чуть Чуть Побыстрее Чем Обычный SSD Потому что Обычный SSD Шарпотребный На рынке SSD Обладает 1200 Мегабайт В секунду Покупать Что-то Больше Чем 1200 Мегабайт В секунду Не имеет Смысла Потому что USB порт На PS5 Больше Не потянет У него Скорость Максимально 10 Гигабит В секунду Делите На 8 Вы получаете 1250 Мегабайт В секунду То есть Выше Чем 1250 Мегабайт В секунду Внешний SSD Под PS5 Покупать Не имеет Смысла Соответственно Я туда Установил Все свои Игры Которые Хотел бы Поиграть Дальше На PS5 Ну там Редактор Демшн 2 The Last of Us 2 И так далее Дивижн 2 Мы с Димкой Потихонечку Проходим Сейчас Чуть-чуть И стаканится Дальше Попробуем Проходить На PS5 И я На самом деле Не прогадал Потому что Могу сказать Что все PS4 Игры С SSD Грузятся На PS5 То есть Они уже Грузились Сильно Быстрее На PS4 Про На PS5 Они грузятся Еще быстрее Чем на PS4 Про С внешнего Вот этого Самого SSD Напоминаю Почему У меня У меня кстати Будет Немного Другой Напоминаю Почему Потому что Внешний SSD на PS4 Про Работал На скорости 5 гигабит В секунду А на PS5 Он работает 10 гигабит В секунду И соответственно На полной скорости Я могу сказать Что это было Заметно Особенно по Division 2 Когда я запустил Ее Она запустилась За Я понимаю Что сейчас Вы будете смеяться Типа у меня Пока У меня все так же Загружается Короче Ну на консолях Это не так На консолях Загружалось Довольно медленно Но Когда Просто вот От момента Менюм Запустить Division 2 До момента Когда ты уже Можешь ходить Персонажем Прошла минута Вот При том Что на PS4 Pro Проходил Примерно Полторы минуты Вот То есть Как бы Существенно Быстрее работает Вот Можете Потестить у себя Если у вас есть Division 2 Или PS4 Обычная Или PS4 Pro Можете потестить Как у вас Вот от момента Вы короче Ну типа У вас уже есть какой-то Сейв Сделайте Continue И посмотрите Меня больше Интересует Другой момент Который будет У меня У меня нету Внешнего SSD Для старых игр Но есть внешний Жесткий диск Я буду Да С внешнего Жесткого диска Который и сам по себе Не особо шустрый Ну то есть Он такой Типа Обыкновенный И Меня интересует Скорее вопрос Что с ним будет Потому что Ну Насколько Этого хватит Для Старых Потому что На PS4 Pro Оно в принципе Работает Ну Шустро Но не слишком Шустро Я не думаю Что будет Сильно большого Прироста Вот У меня такое Подозрение Что будет Примерно То же самое Тот же Паритет И я напоминаю Вам Для многих Это Блять Новость Хотя Мне кажется Это повторилось Такое количество Раз Это в интернете Обсуждалось Просто Миллион Раз Если вы купили PlayStation 5 И вы такие Хм Куплю-ка я себе Samsung 980 Pro М2 SSD И воткну Его В PlayStation 5 Чтобы Расширить Хранилище Потому что Что такое 660 Гигабайт Это слишком Мало Хочу еще 2 терабайта И вот вы такие Купили За декуляр Денег Этот внешний М2 SSD Воткнули Его в консоль А он Нихуя Не работает Потому что На старте Консоли Расширить Дисковое пространство К сожалению Нельзя Связано это с тем Что Новые игры Для PlayStation 5 Они требуют Определенного Лимита По скорости И пока Нету Таких Нижнего Лимита Да Пока нету Такого SSD Который Был бы Sony Сертифицирован Под работу В PlayStation 5 Поэтому Если вы Втыкаете Такой диск У вас Показывается Плашка На котором Написано Вытащи Говно И перезапусти Консоль Понял То есть Серьезно Так работает В этом плане Вы понимаете Что игры С PlayStation 4 Старые Лучше бы Воткнуть На внешний Жесткий диск Типа USB Или Как у Тимура SSD Только так Ну смотрите Я напоминаю вам Что это довольно Классное было решение Оно хорошо Все очень работает Очень шустро Очень быстро Мне очень понравилось Смотрите Насчет Куда что втыкать Я уже сказал В начале подкаста Сейчас напомню вам Что PlayStation 5 Поддерживает Все аксессуары От PlayStation 4 То что касается Аудио И она поддерживает В том числе PlayStation Gold Очень хорошо Они работают Идеально Классно По свистку Напоминаю Что свисток Нужно втыкать Только спереди Потому что Выдув горячего воздуха PlayStation 5 Происходит сзади И ваш свисток Начнет Тупо барахлить В какой-то момент Когда он Перегреется Просто-напросто Поэтому Не держит А жесткий диск Вы втыкаете Как раз Сзади Потому что У вас есть Длинный кабелек Поэтому кабель На самом деле Не сильно разогревается Я попробовал Так что Терпимо А вообще По ощущениям Насколько там Греется Эта история Знаешь Я могу сказать Так что Я запустил Там игры Попробовал Руку можно держать Сзади Можно держать Но довольно горячо Но я правда Пробовал в тот момент Когда еще не Намонтировал Подставку Снизу А вот сейчас Я знамонтировал Но еще не пробовал Откуда она Забирает воздух Я хз Димка Но я тебе могу сказать Так что Вот я Составка Еще не пробовал Что могу сказать Точно Даже на Каких-нибудь Супер крутых играх Когда мы запускали Miles and Morales Даже когда мы запускали Demon's Souls И прочее Консоль Практически молчит Я брал наушники Убирал В тихой комнате Сижу А что ты И звуковентиляторов Нет Что ты признаешь Под словом Практически То есть Ее все-таки Можно услышать Ну То есть Ты слышишь Такой типа Шелест У меня чуткий слух Я даже Я даже В ночном режиме Свой Очиститель воздуха Xiaomi Который у меня Там стоит В другом конце Комнаты Во сне Слышал Потому что Он так Ну чуть-чуть Чуть-чуть Изнает Этот звук У меня В комнате Стоит Холодильник Который я Блядь Слышу Всегда Ну потому что Он такой маленький Я бы С ума сошел Ну ты слышал У меня в холодильник Ты же не сошел С ума Когда у меня В комнате Я никогда в жизни У тебя не сидел В тишине В полной Ну ладно Хорошо Потом у меня Стоит Нас В котором Время от времени Раскручиваются Диски Я их слышу Блядь Я бы еще Больше Сошел С ума У меня Работает Это как Не освежитель Как это Увлажнитель воздуха В котором Есть типа Ночной Режим От которого Я Охуеваю Просто Потому что Он настолько Громкий Что я его На ночь И я могу сказать Что вот у меня Стоит Xbox Его вообще Не слышно Он блядь Просто тут Ноль децибел Я не знаю Это надо Знаешь Это наверное Надо подойти К Xbox И вот так Ухо к нему Прислонить Чтобы услышать Вообще Шелест Этого вентилятора А ты мне говоришь Что PlayStation Слышно Ты знаешь Как бы Я проверял Каким образом Типа Когда ты просто Сидишь Перед телеком И у тебя Например нет наушников И у тебя Слышен телек То есть У тебя реально Вообще Не слышно Консора Когда я например В момент Когда мы играли В Demon's Souls И когда мы играли В Малоза Морализа Я снимал Снимал наушники Ты слышишь Чуть-чуть звук Наушников Там Нет Нет Что-то говорят Короче И ты не слышишь Консоль Ну то есть Ты понимаешь Что она там Работает Но ты не Не слышишь Короче я понял Не греется И тихая Окей Нет Она греется Настолько Что может разогреть Сзади свисток О чем я и сказал Но правда Я не пробовал С подставкой Я потом Но я имею ввиду Смотри давай двигаться дальше Мне много чего надо рассказать Вот Смысл в том что DualSense Я про него В первую очередь Да DualSense Дело в том что Я сегодня уже об этом сказал Но Ощущения действительно Очень необычные У меня же есть Соответственно Свич И на нем Джойконы На которых якобы Тоже используется Такая же система Типа вот этой вот Фигурной Не хотел сказать Ебли На самом деле вибрации Вот Так вот Я специально пошел Запустил Зельдом Пошел запустил Короче Mario Odyssey Позырил Потыкал А это вообще Рядом даже не валялось Ну то есть Тебе надо было Не на Mario Odyssey Проверять Нет Нет Дай сказать Короче Смысл в том что Типа Да У тебя У тебя есть ощущение Что вибрация Разная Ее паттерн Разный Ее сила Интенсивность Как она переходит Из одного Там Другой Узор Вот этот Вот Да Типа вибрации Да Есть вот это ощущение В свече По умолчанию Включен микрофон В работе Там же есть история Когда ты Надо дуть В этот геймпад Вот в этот момент Включается микрофон И там еще есть Какой интересный момент Что если ты поставил Рекординг Своего голоса Постоянно В момент Когда рекордится видео Чтобы грубо говоря Нажать кнопочку Share И записать Последние там 15 минут И чтобы у тебя В этот момент Было записано Все что ты говорил Такое можно сделать У тебя тогда Будет работать микрофон Я поставил Чтобы этого не было Вот Потому что я не хочу Чтобы значит Я запишу какой-нибудь геймплей А у меня там На фоне Типа знаешь Там девушка разговаривает Или барян мяукает Да Или барян мяукает Ну это тупо будет Я поэтому отключил Эту функцию Но смотрите В чем прикол Мы потестировали Микрофон DualSense В двух Различных кейсах С Димой Мы Постримили Тестово С самой консоли С PlayStation 5 На наш YouTube канал Я могу сказать Что Подожди 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 Короче Вот Мы постримили Соответственно В двух Различных разрешениях Точнее Разрешениях А в двух фреймрейтах На всякий случай 1080p 60fps И 1080p 30fps Постримили И То что касается микрофона Самого DualSense Дело в том Что Есть ощущение Что Именно стриминг Работает Немножко коряво Сейчас на PlayStation 5 Потому что Он дичайше шакалит Не только изображение Но и звук Настолько сильно Что Звук Который как бы Уходит с микрофона DualSense В стрим Просто пиздец Как отвратительно Звучит При этом Этот же самый звук Уходящий в тусовку Диме Который сидит В этот момент Звучал Нормально Намного лучше Чем например Микрофон PlayStation Gold Я могу сказать Что Для микрофона Который встроен В геймпад У него реально Очень крутое Качество микрофона То есть Я так понимаю Что там есть Какая-то история С несколькими микрофонами Которые тебе Отрезают Там микрофон Ray Да Просто тебе отрезают Лишние частоты То есть Например На стриме Когда стримил Тимур Вот он нажимает Блять На кнопки Изо всех сил А их не слышно Там отсекается Нет Их Послушай Их на стриме слышно Слышно Как Тимур Зракает на эти кнопки Я сижу в тусовке С Тимуром С этого же микрофона Он разговаривает У меня все эти Все эти истории Все отрубаются Абсолютно Не слышно Ни хера Я просто Хочу сказать Что эта штука Если я правильно Понимаю Как это работает Я просто это курил Это работает так же Как в моих True Wireless Наушниках Sony То есть У тебя есть микрофон В геймпаде Четыре штучки Вот И есть Точнее Не микрофон А динамики Есть вот этот микрофон В который Тимур Говорит Собственно И вот Короче Снимается Картина Звуковая Вот этими Вот этими Микрофонами Как бы И то что Когда ты говоришь Отсекаются Лишние звуки На манер того Как это сделано В ТВС Наушниках Sony И прикол весь в том Что люди же уже Разобрали DualSense И на DualSense Прямо видно Что там Дискретная Звуковая плата Напаяна То есть там Аудиокарточка Стоит Полноценная Ну если ты Три микрофона В основном То конечно Шумоподавление Короче работает И те кто переживал А там активное Шумоподавление Те кто переживал Что типа Микрофон в геймпаде Говно Нет он нормальный То есть в этом плане С ним все хорошо Это намного лучше Чем То что устроено У Тимура В голдах Голды Да В общем Смысл в том Что микрофон Довольно хорошо работает Вот Но Что касается Всего остального Смотрите Геймпад Он больше Чем Соответственно Геймпад DualShock 4 Что могу сказать Что он Что-то среднее По ощущениям Между Геймпадом DualShock И Xbox Причем могу сказать Что пластик Сделали тоже Такой матовый Немножко Грубоватый Он тоже похож На Xbox То есть пластик Именно вот здесь Шершавенький Белый Даже не только Шершавенький Даже та часть Которая лицевая Больше такая Знаешь Какая-то Матово-пластиковая В отличии От Немножко Глянцево-пластиковая На DualShock 4 Вот здесь То есть Прям матовый Стики сделали Соответственно С маленькими Резиночками Которые Типа Рифленые Потому что Раньше У PlayStation 4 Я кстати Только сейчас Обратил внимание Что у Xbox Они тоже Рифленые Да Короче Здесь они тоже Сделали их Рифленые Но это явно Инспирирует У Xbox Очевидно Вообще Геймпад лежит Очень удобно В руке Единственное Что мне показалось Что он Тяжелее Даже Даже с насадкой На шлепку Он по идее Должен быть Он легче Он должен быть Тяжелее Потому что В нем Аккумулятор Больше Я кстати По поводу Аккумулятора Больше Свинца В нем Смотрите Я взял Зарядил Его Спецом Полностью И Играл Несколько Часов В Остробот Поиграл Соответственно Вот на стриме С Мяу Перестань Рассказывать Про Остробот Расскажи Про Demon's Souls Короче Я специально Поиграл Типа Кучу игр Я могу сказать Что Половину Геймпада У меня осталось Где-то после Четырех Пяти часов Игры Половины Батарейки Ну Теоретически Можно говорить О том Что плюс Минус Одинаково Часов Десять Он проживет Чуть Чуть Дольше Чем обычно Ну вообще Доллэшоп Четыре Я могу сказать Что живет Часов Пять Где-то так В среднем Вот Как бы Еще И мне будет Интересно Я потом Потыщу батарейку Когда я засуну Туда внутрь Наушники Именно По проводу Посмотрим Как они будут себя вести Но Как бы У меня пока Как бы Нет никаких мыслей По этому поводу Но Что касается Триггеров Тех самых Действительно Очень смешное Смешное ощущение Того Что триггеры Тебе сопротивляются Причем Они сопротивляются На определенном Этапе То есть У тебя Грубо говоря Это ты смотрел В астроплэйроме Да Я смотрел Во всех играх Хотя могу сказать Что во всех играх Которого пробовал Эти технологии Используются В том или ином виде Например Когда тебе Триггер Чуть-чуть Зажимается На 10% А потом Дальше Такой сильнее И он тебе Все больше И больше Сопротивляется И Ощущение довольно Прикольное Что ты Прожимаешь Гашетку Или что Ты как будто Действительно Лук какой-нибудь Пытаешься Как это объяснить Например Ты Зажимаешь Например Гашетку А потом Когда у тебя Происходит Выстрел Она типа Прожимается Ну ты Нажимаешь Долго-долго А потом Выстрел Происходит И она Нажалась До конца Как будто Тебе Прям дали Нажать Как будто Ты Знаешь Как на какой-то Кнопке Который Ты Прожал Кнопку Может Это глупо Прозвучит Но мне Не терпится Отключить Эту функцию Она довольно Классно Реализована Ты очень Быстро Перестаешь Обращение Внимания И ты Считаешь Что Типа Так И должно Быть На самом Деле Оно Так И работает Я Специально Запустил PlayStation 4 Про Как бы И попробовал Типа Тот же Самый Того же Самого Сегбоя Например И там Вот этого Ощущения Нет Не пробовал Подключать DualSense К PlayStation 4 Пока нет Пока не пробовал Интересно Работает ли А то Я чувствую Братан Мне DualSense Приедет Раньше Чем PlayStation 5 Спасибо Удивился Спасибо Ритейлеру Компании Eldorado Подразделение Компании NVIDIA Ебать их Черенком Джопу За то Что они Проебались С предзаказа Спасибо им большое Короче я могу Сказать Что смотрите DualSense По сути Это такое Логичное Продолжение DualShock 4 Где-то Инспирировались У Xbox В лучшую сторону Несмотря на то Что я все еще Считаю Что Gamepad Xbox One И Xbox Series S Series X Это Даунгрейд По сравнению С Gamepad Xbox 360 Потому что Gamepad Xbox 360 Это один Из моих Самых Любимых Геймпадов И я могу Я считаю Что Недавно Я периодически На нем Играю На Mac Я на Проводной Есть Я на нем Играю Могу сказать Что Мне все еще Нравится Намного больше Xbox 360 Gamepad Чем Gamepad Xbox One Но Самые Наверное Классные Штуки Типа Рифленых Стиков Типа Вот там Материалов Немножко Форму Поменяли У DualSense Они явно Инспирировались Конечно У Xbox One И взяли Самое лучшее Я все жду Когда Gamepad Xbox Начнут Тоже брать лучше От PlayStation Соответственно Смотрите В чем прикол Ладно Это допустим Gamepad Дальше Сама по себе Не Давайте Сама по себе Система Игры Так все Поиграют Уже Миллион обзоров Игр Давайте Поговорим Про систему Дело в том Что система Сырая Она прям Очевидно Явно Сырая Несмотря на то Что в ней Очень сильно Поменяли Интерфейс Очень непривычный Я могу сказать Что пока Мне не нравится Вот То есть Не нравится Серьезно Не нравится Я пока Я на самом деле Привык к интерфейсу PlayStation 4 И к интерфейсу Switch Мне они кажутся Очень удобными Оба интерфейса Очень удобные Интерфейс Xbox One Я считаю Говном собачьим Интерфейс Xbox Series X Пиздец Просто хуета Вот то Что я только что Видел У Димки Например И интерфейс PS5 Мне пока Тоже не нравится Я могу сказать Что Может быть Я привыкнул К нему В будущем Но там Очень многие вещи Поменяли Они Казалось бы Вроде бы Очевидные Но непонятные Например Они полностью Поменяли местами Поведение Кнопки PlayStation Если раньше Вы Нажимая кнопку PlayStation Вываливались В основное меню Типа консоли А зажимая У вас появлялась Типа такая Быстрая менюшка Для быстрых Всяких Задач Теперь ровно Наоборот Когда вы Нажимаете Кнопку PlayStation У вас По сути Вываливается Быстрая менюшка Для быстрых Задач Причем Смысл в том Что они И в эту Быструю Менюшку Запрятали Большое Количество Функций Которые Больше Из основного Меню Недоступны Вы больше В основном Меню Не можете Посмотреть Ни трофеев Ни как у вас Идут загрузки Ни Нотификейшнов Вы ничего Этого Не можете Посмотреть В основном Меню То есть Основное Меню По сути Теперь Это Рабочий Стол Для ярлыков Запуска Игр Игр И приложений Все Это Блять Как на Иксбоксе Что Отвратительно Да По сути Теперь Это Так Сделано Я считаю Что это Уебанское Решение Оно Отвратительно Как бы На данный Момент Может быть Потом Мы перестроим Наши паттерны Как бы Попробуем Как бы Как по всему К этому Как-то Привыкнуть Но на данный Момент Блять Оно Бесит Просто Пиздец Ты Блять Нажимаешь Кнопку Плейстейшн И у тебя Вываливается Быстрая Менюшка Ты начинаешь В ней там Копаться Пытаться Что-то Сделать Найти Очевидные Такие вещи Которые Как бы Не очень Очевидно Работают Ты такой Блять Ну Окей Зажимаешь Кнопку Плейстейшн Вываливается Основное Меню И тоже Неочевидные Вещи Но Есть Некоторые Как говорится Баланс Про и Конс Например Когда вы Заходите В Плейстейшн Стор Он работает Очень быстро Потому что Это теперь Нативное Приложение Это часть Прошивки Да Это по сути Часть Прошивки Она работает Очень быстро Очень круто Это Блин Это прям Охуенная Штука Я могу Сказать Что вот Он Круто Работает Но Там Есть Некоторые Неочевидные Решения Например В момент Когда вы Заходите В Стор Как вы В него Заходите Вы Наводите На иконочку Стора Вот она У вас Есть И вы Нажимаете Или вниз Или кнопку Х И соответственно Вот у вас Сдвигается Курсор Вниз И вы Попадаете В Стор И для Того Чтобы Например Если вы Хотите Если вы Например Хотите Погасить Код То Для этого Вам нужно Ткнуть На иконочку С тремя Точечками Но вы До нее Не можете Например Домотать То есть Вы Опустились Вы находитесь В одной Точке А это Противоположном Конце Экрана Вы не Можете Нажать Вправо И дойти До нее Вы должны Нажать Вверх Чтобы Перейти В верхнее Меню Потому что Когда вы Нажали На кнопку Х Вас Перекинул Не в Верхнее Меню Стора А на еще Позицию Ниже На рекламную Позицию Стора И вам Нужно Нажать Вверх Чтобы Перейти В верхнее Меню И потом Домотать Вправо Блять Там Папапапапапапапапапапапапапапапапапам Три точки Нажимаете Погасить Код Короче Вот Ну а что интересно У погашения И на PS4 То же самое Нет На PS4 Вы нажимали Кнопку Типа Проверить Условно А потом Погасить Вот Это то что Касается Таких вещей Дальше Глобально Насчет интерфейса Главное Меню Опять же Когда Вы выходите Из игры Типа Вот у вас Менюшка Вы должны Понимать Что опять же Это просто Меню Запуска Игр И приложения Там нет Основных Функций Если вы хотели бы Чтобы у вас было Основное меню В котором у вас есть Блять все Нет Его нету У вас теперь есть Как бы главное меню Для запуска игр И приложений И отдельно Вот это быстрое меню По нажатию PlayStation Которое вываливается Оверлеем И вот в нем Как раз куча Вот этих всяких Важных функций Находится Типа Включить Выключить микрофон Такой микрофон Сякой микрофон Куда выводить аудио Какие у вас там Нотификейшены Загрузки Там типа Посмотреть трофеи Войти в аккаунт Зайти посмотреть В геймбейс Так называемый Переключить Последние приложения И вот это все Вот Оно Пока непривычно Мне не нравится А вот А история с Вот этими Как они называются Карточками С карточками Смотри Что интересно Насчет даже не карточек А типа Вот это в главном менюшке На данный момент Они явно это поправят апдейтом Потому что Ну это не очевидно Тупо идиотски работает Если помните Плейстейшен И была возможность Сделать так Чтобы скрывать Часть контента Библиотеку Вашу Типа А можно было сделать так Чтобы весь ваш контент Типа был доступен вам Все время Ну типа Вы могли промотать Раскидать по папочкам Промотать Типа Посмотреть все приложения Ваши Папок нету Больше это недоступно Папок нету И развернуть Всю вашу Типа Все ваши Установленные игры Нельзя У вас показаны Только какие-то Определенные Последние игры Плюс Какого-то хуя Шерфактори Показывается Все время Плюс вам показаны Как бы Соответственно Плейстейшн Стор И как бы И все Вот И типа Вот эти последние игры Причем Вот вы Позапускали В чем еще Прикол Установленные игры В этом главном Меню Геймс Не показываются Если только Вы прямо На этой Консоли Не пошли И не запустили Эту игру Или скачали Ее из стора Прямо Вот отсюда То есть Если вы Пошли Как и я Например С Плейстейшн 4 Про Установили игры На внешний Жесткий диск А потом Залогинились Под своим Аккаунтом На Плейстейшн 5 Всунули Этот жесткий Диск У вас Все эти игры Доступны Вам ничего Не надо Копировать Скачивать Восстанавливать Ничего Оно все Доступно Сразу же Но Они не появляются Их нет Вам нужно Зайти В лайбраре Нужно заходить В лайбраре Ну понятно Это Это важно Договорить Важно Проговорить Именно механику Вы заходите В лайбраре В лайбраре Вы заходите Типа У вас сначала Лайбраре Показывается Типа все Ваши игры На Плейстейшн Аккаунте Вы двигаетесь Вправо Типа Игры Которые Вам доступны Вы смотрите Типа Installed Games Потом Ниже 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 Extended Storage И ты такой Типа Ага Вот это игра Ты ее запускаешь И вот Только теперь Она будет доступна Вам в меню Games После того Как вы ее Первый раз Запустили Пиздец Идиотский Шаг На самом деле И вот она Соответственно Вот эта игра У вас появилась Там Но если Вы запустили Еще 6-7 Игр Все Эта игра Теперь там Недоступна В Games Вам надо Блять Опять идти В лайбраре Install Games Тут 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 Экстендед Storage Запустить Пока Это выглядит Примерно так же Как на Иксбоксе Но На иксбоксе Ты можешь Создавать папки Братан Бля Братан Если честно Это Пиздец Идиотский Шаг Это дико Неудобно И теперь Как бы Если раньше Ты буквально Ты уже запоминал Где твоя игра Ты такой Там Нужная папочка Вниз Запустила Теперь ты Блять Такой Куда моя игра Блять Переместилась Она исчезла Из меню Вопрос к тебе Библиотека Про интерфейс Понятно Что он тебя Раздражает И бесит Может быть Поправит Это важный момент Я хотел проговорить Потому что Многие люди Этого не понимают И они не сразу Этого осознают Они должны быть К этому готовы Это очень важно Проговорить этот момент И как бы Плюс обзор Многие люди Меня обвиняют В необъективности Что я пришел Засрал интерфейс Иксбокса С нихуя Хотя я объяснял Почему мне не нравится Интерфейс Иксбокса Просто кто-то Жопой слушал Вот Сейчас я объясняю Почему мне не нравится Интерфейс Плейстейшн 5 И почему он говно Так вот Что еще интересно Если вы берете Например Запускайте игру С Плейстейшн 4 Которая у вас Была на внешнем Жестком диске И она Вот у вас Вот в этом меню Геймс И еще не успела И как бы Вот вы ее Играете Играете И она еще не успела Уйти обратно В лайбраре Ну потому что Вы не запустили Нужное количество Игр Чтобы она Ушла по списку В жопу мира Вот она еще здесь Вы берете Эту игру С Плейстейшн 4 Удаляете И она не удаляется С этого самого Украна Геймс Она остается Висячим ярлыком В котором вы можете Игру скачать Заново из Тора Или Сделать больше Нихуя Потому что Она будет висеть Удалить ее С этого экрана Нельзя Она просто там Будет висеть Так сейчас у меня Происходит С Battlefield 4 Опять же Я говорю Интерфейс Дичайше сырой Очень много Неочевидных Вообще Как бы Решений Которые приняты Они такие Типа Мы перепилили интерфейс Да вы перепилили Блять Но вы не успели Его допилить Как бы Сука Совершенно очевиднейшее Решение Блять Неужели вы не проверяли Что вы берете Игру с Плейстейшн 4 Что вы ее Нахуй удаляете И она не удаляется Я так понимаю Что это работает Просто как в стиме Знаешь Есть такая штука Называется Recent Games То есть Типа Недавние игры И оттуда тоже Нельзя Ничего убрать Поскольку она показывает Тебе просто Во что ты последний раз Играл Скажем так Вот Я так понимаю Что на Плейстейшне То же самое Давай поговорим Вот о чем Смотри Я понял Что интерфейс Тебе не понравился Были какие-то глюки Потому что Я вот играл В Xbox Series X Я могу сказать Что глюков Я периодически Просто охуеваю От такого количества Вещей Которые не работают На нем То есть там С обраткой С какими-то Перезагрузками Еще с какой-то хуйней С Плейстейшном Было что-то подобное? Ты знаешь Я могу сказать так Что вообще Были да Как бы Некоторые баги Как бы Такие прям Ну Жесткие Которые Но при этом Типа не приводили К какому-то пиздецу Ну например Например Был момент Когда типа Я зашел В вот эту самую Коллекцию PlayStation Plus Это которая бесплатна Куча халявных игр Куча халявных игр Для подписчиков PS Plus На PS5 Так Да Что интересно Некоторые игры Которые у меня Куплены И которые Я точно знаю Что они у меня есть Мне там предложили Их добавить в библиотеку Потому что Библиотека на PS5 Другая Не так как на PS4 Нет Это полная хуйня Потому что Когда ты заходишь В Store Игры которые у тебя куплены На PS4 Отображаются как купленные Вот Поэтому Это не так Вот И смотри В чем прикол Это конкретно Просто баг Вот этой самой Библиотеки Этого именно PS5 Плюс коллекции Я такой Ладно Хорошо Говно Вопрос Давайте Короче Попробуем Другое Я беру Типа Persona 5 Себе например Добавляю И тут Его так Вштырило Этот Store Короче Там Все почернело Остался курсор Вообще Там Какой-то пиздец Начинает происходить И в эти моменты Ты знаешь Ты такой начинаешь Пытаться нажать Кнопочку Выйти Он там Кусок интерфейс Появился Кусок исчез Ну в общем Там Типа я сидел Минуту разбирался Пока не просто Не нажал кнопку Типа чтобы Просто выйти Нахуй оттуда Но просто она добавилась При этом В библиотеку А вот по поводу Глюков в играх Они есть? Ты знаешь Пока не встречал Но я поиграл Лучше в малые игры Вот А вот что ты играл Ну понятно Спайдермена Мы это видели на стриме И в Demon's Souls Мы поиграли немножко В Спайдермена И в Demon's Souls Я еще успел Поиграть соответственно Пару игр потестить Попробовать Как работают Типа условно Battlefield 4 Там и так далее По обратке По обратке Я могу сказать Что для меня Это был конечно Знаете такой прям Выдох Мы с Дим Как-то досидели в патте Я ему рассказывал Что Battlefield 4 Больше не дропается В кадрах Пацаны Игра 2000 Какого года? 13-го? 13-го Пацаны Если вы хотите Поиграть на PlayStation Battlefield 4 PlayStation 5 Наконец-то Не дропает кадры Пацаны 60 FPS Надо было проверять На пятом Battlefield Или на первом Я проверю Я себе скачал уже Первый Battlefield Я могу сказать Но Battlefield 4 Реально Не дропает кадры Потому что Прямо момент Когда я знал Что стопудово Обычно Падает до От 40 До 30 Здесь прям По маслу Писечка 60 Я такой Ну ладно Поиграю в Battlefield 4 Блять Ладно Короче Хорошо Но я еще успел Поиграть Очень много Востработы Я прошел его По сути Вот А он вообще Долгий? Ты знаешь Как бы Можно пройти Часа за 3 Как бы Если пробегать Так быстренько Если Позадрачивать Прямо трофеи Можно часов За 6-7 Платину сделать Вот Я еще не успел Ну как бы Можно сделать Вот Могу сказать Что Астробот Классный Он Производит Почтение Что это такая Типа Знаешь Технодемка Чисто для Гиппода Смотри Астробот Это Маленький Такой Типа Коротенький Марио Одиссе Вот То есть Как бы Он очень похож Местами Он тоже Местами Задротский Вот Прямо Такой Видно Что японцы Делали Вот И Вот он Такой Местами Задротский Но Он милый Прикольный Очень хорошо Играется Очень много Классных Механик Очень много Ностальгии Потому что Там ты постоянно Собираешь Предметы Из истории Плейстейшна Которая Очень круто Трендерная 4К 60 фпс Ты такой Сидишь Смотришь Прямо Класс Короче Знаете Первая игра Которую Вы можете Пройти Как такой Хорошенький Клон Марио Одиссе Местами Прямо Класс Хорошие Бесплатные Хорошо Что не Наг Спасибо Большое Соня Я могу Сказать Что это Прикольно Дальше Смотрите Я буду В ближайшее Время Тестировать Играть Еще В Call of Duty Я поиграл Еще немного В Сэгбоя Могу Сказать Что Сэгбой Мне очень Понравился Несмотря На то Что У меня Версия Для Плейстейшн У меня Версия Для Плейстейшн Четыре Но При этом Я могу Сказать Что Мне Сказали Пиар Отдел Сони Что Якобы Завтра Или Послезавтра Должен Будет Произойти Апгрейд До Плейстейшн 5 Вроде Сказали Что Если Не Произойдет То Скажи Что Как Посмотрим Я могу Сказать Так Что Сэгбой Я очень Люблю Игры В которых Классная Музыка А Сэгбой Охуенная Музыка Прям Вот Ты Такой Прям Играешь Такой Бля Прям Круто И Она Конечно Выглядит Как Мари Одиссе Главный Вопрос У меня К тебе Главный Вопрос Давай Бакс Накс Поиграл Нет Она Да Я могу Сказать Что Сэгбой Мне Очень Понравился Я Прошел Буквально Первые Пары Уровней Это Очень Хорошая Аркадка Потому Что Она Сделана По принципу Тиреуэя Это Не Little Big Planet Это По сути Тиреуэй Потому Что Выходите В изометрическом Состоянии Местами Вам Чуть Перемещается Камера Но В основном Выходите В изометрии Там Даже Многие Механики Практически Как В Тиреуэи Даже Как Каким Образом Сделаны По сути Чехпоинты Это Прям Тиреуэй И Там Даже История Мира Местного Это Тоже Практически Тиреуэй И Там Тоже Бумажные Персонажи Появляются И прочее То есть Я могу Скать так Что Это По факту По факту Это Духовный Наследник Тиреуэя Такой Прям Конкретный Духовный Наследник Тиреуэя Я В свое время Прошел Тиреуэя Я В свое время Прошел Мне он Очень Понравился Мне безумно Понравился Тиреуэй Прям на Вите И я Даже На Плэй Тиреуэй Прошел Мне он Тоже Понравился Если Вы Скучаете По Тиреуэй Если Он Вам Когда-то Понравился Я Вам Категорически Рекомендую Поиграть В Соответственно Сэкбоя Это Это Натурально Реально По сути Продолжение Тиреуэя Он Еще На Четверых То есть Вы Можете Вчетвером Гонять Там Локальный Пока Только Кооп Пока Локальный Кооп Онлайн Кооп Появится Когда Они Напишут Патч Бесплатный Выпустят Но Я Тимура Поддерживаю Потому что Сэкбоя Это То что Я Обязательно Куплю В комплект Со вторым Геймпадом Чтобы С женой Играть Слушайте Нам На самом Деле Когда выпустят Онлайн Поиграть В него Онлайн Пройти Или Когда Может быть Димке Приедет Консоль Я могу К нему В гости Приехать Мы можем Поиграть В Сэкбою Мне Сэкбою Очень Понравился Последнее Печатление Которое Стоит Рассказать Это Демон Солс Дело В том Что Я не особо Любитель Солс Игр Но Демон Солс Мне понравился На Плейстейшн 3 Я могу Сказать Что Он Очень Конечно Круто Выглядит Прям Местами Такая Еба Ты Прям Сидишь Так Ебать Ну То есть Прям Реально Оживший Такой Сиджай Очень Круто Как Все время Когда Пиксаровский Мультфильм Выглядел Рэш Текланг Здесь Это У тебя Реально Макс Сказал Хорошо Что Некоторые Хорошие Или Блюровские Хотя бы Даже Польские Какие Нибудь Такие Катсцены Для Игр Вот Выглядит Так Слушай Тимур Я просто Перед тем Как продать PS4 Pro Проходил Повторно Diablo 3 Женой Я тебе Могу Гарантировать Что Вот Diablo 3 Некоторые Ролики Выглядят Похуже Чем Демоны Это Просто Пизда Честно Демоны Еще Играются Довольно Хорошо Там Очень Маленький Input Лаг Вообще Довольно Классно Как бы Работает В целом Ну Прикольно Мы Еще Кстати С Димой В режиме Single Player Который Как вы помните Там С Unlock Фреймрейд Да Короче Он И все по нему Меряются Типа Как там Консоль Как-то Выжимает Короче В общем PlayStation 5 Выжимает По обратке Из Rainbow Six Вот в этом режиме Типа Вот в режиме Unlock ФПС До 150 ФПС Вообще Легко Вот Причем Не в 1080p Она Выжимает По-моему Там Что-то 1400 Или 1600 П Что-ли 4К Там Если Про Радугу Да нет Ты Уверишь Там 4К Да Я не уверен Что на ПС4 ПРО Радуга А там Запускается Под профилем ПС4 ПРО Игра Так Да Там По-моему Там Динамика Ну то есть Там Динамическое Разрешение Надо Почитать Ну в общем До 150 ФПС Но в среднем 130 140 ФПС Он выжимает Но как Вы понимаете Для этого Надо отключить Висинг И там Такой Тинг Сука Мы сняли В 120 ФПС Соответственно Камера Я запустил Специально Я потом Взял И запустил Еще отдельно В 1080p На своем телеке Потому что К сожалению Мой LG Oled B8 Не поддерживает 4K 120 ФПС Но поддерживает 1080p 120 ФПС Вот Я запустил 1080p 120 ФПС Снял В 120 ФПС Камера И соответственно Да 120 ФПС Есть Но Блять Там кадры В 120 ФПС Видно Как их там Просто Расхуяривает Просто Изображение Я скидывал В чатик Там Макс Тоже Видел Там просто Разъебывает Изображение Просто Пиздец Ну играть Ну нереально Типа Но 120 ФПС Типа Круто Вот При этом Я могу сказать Что когда Запускаешь 4K И 60 ФПС И 4K Типа 120 ФПС Инпут Лаг Вообще Его нет Ну то есть Практически То есть Вот этого Ощущения Как на PS4 Здесь Идеально Просто Работает Очень круто У меня сейчас Скачался Call of Duty Мне пришло Уведомление Как раз Таки Мобильное Приложение Новое Да Я хочу В Радуге Юбисофт Обещали 4K 120 ФПС На новых Консолях Как и Большинство Обещаний Юбисофта Это надо Воспринимать Как это With a grain Of salt Знаете Типа Слушай Мы посмотрим Как бы Я могу сказать Так Что типа Вообще Возвращаясь Если суммаризировать Все Смотрите Сама по себе Железка Очень классная Конечно Явно Видно Что постарались Сделали Очень Красивую Самую Консоль Там Все вроде Продумали Все классно Сделали Геймпад Охуенный Мне очень понравился Геймпад Сама по себе Система Пока что Для каких-то Базовых действий Которые Вы можете Выполнять Она Она В целом Работает Она В целом Там Не Вылетает Ничего Но Блядь Там Пиздец Сырой Интерфейс Некоторые Интерфейсы На решение Очень спорные Я уверен Что они Поменяют В ближайшее Будущее Потому что Когда сейчас Консоли Попадет К большому Количеству Угроков К Sony Начнутся Вопросы Потому что Ну Я считаю Что это Даунгрейд По сравнению С тем Что было На PS4 Ну То есть Интерфейс Местами Говно И пиздец И непонятно Зачем Нахуя Вы Блядь Это сделали Вот Я могу Скать Что В кои-то Веке В кои-то Веке У нас Плюс-минус Паритет По интерфейсу На старте Обе консоли Да Потом По поводу Размеров Тебя спрашивают Ну Естественно Консоль Огромная Блядь Она просто Гигантская Башня Стоит Сейчас За телеком Вот По поводу Игр Я могу Скать Так Что Типа Когда Сейчас Заглядываешь В Стор Там Прям Педалируют Типа Игры Знаете Которые Выйдут В течении Полутора Двух Лет Прагмата Ты Такой Да 2004 Супер Ну Типа 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 Блядь Нахуя Вы мне Сюда Пишите Это Вообще И Это Типа В самом Начале Стора Понимаешь Как Но Ты Заходишь Новинки Новинки Действительно Типа Есть Как Есть Игры Для PS5 Как Ты Такой Да Заебись Цены Адовиши Ты Такой Не Не Заебись Не Буду Покупать Ничего Вот Нам Повезло Нам Опять Предоставили Call of Duty И не Российский Activision И не Российский 1С Не Российские Издатели Я напоминаю Вам Что У нас Слушатели Есть В том Числе Типа Которые Позволяют Нам Получить Игры Там Например Незадолго До Старта Другими Каналами Из Других Стран Например Короче Саудовская Аравия Тебе Какой-нибудь Шейк Присылает Ну Я тебе Напомню Например Что У нас Сейчас Есть Assassin's Creed Valhalla Для PS5 Но Для Британии И проблема В том Что Британия Так как Вышла Из Вест Теперь Не Подходит Для Российских Аккаунтов Коды Знаешь Чем Вальгале В Британской Версии И В обычной Версии Ну Это Просто В британский Ты играешь За короля А в британской Версии Да Англичане Побеждают Все просто Какой выбрать Диджитал Или дисководный Спрашивают Слушайте Я могу сказать Что я уже Воспользовался Пару раз Дисководом Вставляю туда Диск от Радуги И диск от Дивижна Второго Вот От старой Плейстейшен Да От старой Плейстейшен В общем-то Ровно Для этой цели Если у вас Большая коллекция Игр От Плейстейшен Четыре То я бы Посоветовал Дисковую Брать Я вообще Считаю Что в современных Реалиях Когда у вас игра Стоит 5,5 Кэсов Ну как бы Лучше купить ее По каким-нибудь Супер скидкам Бонусам Везде В МВиде Условном Хотя мы уже Сегодня условили Что МВиде Контора Пидорасов В общем-то В каком-то В каком-то другом Короче Окей Магазине Купить С супер бонусами Типа игру Там условно За косарь За два косаря А потом Продать ее За два косаря Вы прошли игру И заплатили Нихуя Или очень мало Я считаю Второй вариант Второй вариант Если у вас Нет большой коллекции Дисков Такие люди Тоже есть И у вас есть Например Человек С которым Вы можете Сделать двойку То диджитал Не самый плохой вариант Потому что То же самое Получается В плане экономии Вы даже пятерки Можно делать Якобы Надо проверить Якобы Надо проверить Слушайте Ну Касательно Как бы Спайдер Мена Мы сейчас его показываем Просто у нас На видео версии Подкаст Это не Моралес Это ремейк Я могу сказать Что Я поиграл В Моралеса На стриме Очень мало Мне Не понравился Режим с ретрейсингом Потому что Я могу сказать Что ретрейсинг Выглядит как Говнина и параша Я не заметил Какого-то Супер-пупер Прям нереального Прироста Безумного графона В игре Как бы Да Потому что Она все еще выглядит Немножко мультяшной И я хочу попробовать Когда буду все-таки Проходить игру А я чувствую Что у меня случится Как со спайдерменом Которого Напомню вам Я начал проходить Спустя полгода Как его прошли все Ну потому что Он тебе не понравился И понравился только позже Чувак Меня заглючил Первый босс Который мы только что Показывали на стриме И я после этого Игру не простил И забросил ее На полгода Вот Напоминаю То же самое у меня Протошло с Red Dead Redemption Вторым Я ее не простил До сих пор Как бы И так в нее и не играю Вот Тоже Как бы Я Сморались мне сейчас Если честно Первые миссии Я такой О прикольный Йоба-йоба Не зацепило Потому что я играл Не очень внимательно Из-за того Что мы играли на стриме Но я в нее Поиграю чуть попозже Как бы И хочу играть В режиме 60 FPS Конечно Вот Потому что Я лучше обойдусь Без корявого Raytracing Блядь Но У меня хотя бы Паучок будет так Знаешь как Писечка прыгать Как бы Все очень так Аккуратненько Как по маслу И вот это все Вот Опять же Как бы еще Последняя вещь Которую наверное Хотел сказать То что Обе консоли сырые Мы потыкали Посмотрели Xbox Series X Он там пиздец С местами глючит Тоже есть Многие неочевидные Какие-то решения Как бы Ну там Игр новых Нету Эксклюзивов Или еще что-нибудь такое Типа только Вот попей геймпассу Вот А как бы PlayStation 5 Ситуация примерно похожа Тоже местами сыро Тоже местами не очень Поэтому как бы Прямо сейчас Ранее кал Только если вы там Не техногик какой-нибудь Или если у вас вообще Не было консоли Например вы пропустили Поколение PlayStation 4 Да И вы все-таки решились Что вот сейчас Это надо блять Взять консоль Вот да Как бы В таком случае Прикольно Типа как бы Ну если вам вообще Не пофигу на игры Вы такие типа Изредка играете То на хайпе Как бы Ну не знаю Если вы там Типа следите за технологиями Прикольно Если нет Как бы Ну можно и потерпеть Я могу Пререинфорсить Слова Тимура Тем что Даже не говоря Про запуск новых Консолей Вспомните запуск PlayStation 4 Или я вам напомню Потому что вы еще Тогда Ну Пешком послуха Давай Давай Унижай людей Давай Говно PlayStation 4 запускалась Абсолютно так же Вот вышла консоль К ней вышло Три средней паршивости игры Там даже Мастхевов не было То есть Killzone Shadowfall Говно Но с графоном Кнак Говно Но с графоном Обалдеть Стартовая линейка Assassin's Creed 4 Black Flag Battlefield 4 вышел FIFA Потом Ты Брал Саму консоль В ней даже Вот сейчас Это звучит дико Но на старте У Sony Не было Суспенда Ты консоль мог Только выключить Бля, братан На старте Видео Писались рандомным образом Не 15 минут Последние А могло записать 40 секунд Могло 10 А могло 15 минут То же самое Было с интерфейсом Не было папок Не было организации Не было кучи Всяких полезных штук Которые появились Потом Я тебе еще больше скажу Когда ты запускал Battlefield 4 В первую неделю После релиза Ты мог зайти На любую мультиплеерную карту И у тебя С вероятностью 50% Мог вообще Отсутствовать звук Да И не было Быстрого меню Удобного Которое Вот сейчас При нажатии Кнопки PS Выводится На PS4 И так далее И так далее Стор был говном собачим Который еще лагал К тому же Ко всему Вот В этом плане Запуски приставок Это для гиков Early адоптеров Или людей Которые купили сейчас Потому что Уверены Что не смогут Найти денег Или желание Купить потом Вот Да Это я Короче В общем Димке тоже Приедет консолька Мы подождем Еще новых игр Потому что Они сейчас Прямо вот Выходят Много в чего Будет выходить Еще ближайшие Там несколько месяцев Мы все будем Очень активно За этим следить Сейчас посмотрим Соответственно Вот что там Всякие Call of Duty Что там Вот Киберпанк Который выходит Через месяц Вот посмотрим Как это все Будет выглядеть Я на Волгалу Еще потом Посмотрю Ну Вот Будем Рассказывать Как что Работает Но Особенно Если вы не Купили PlayStation 5 Будем вас Все время Подводить К решению Каждый раз Вам надо Или не надо Вот Но пока что Обе консоли Сыроватые Вот И Опять же Я вот Чтобы вы не думали Что я Бомбил только По фону интерфейса Xbox Series X У PlayStation 5 Тоже интерфейс Говно Поиграй в BoxNax Короче Я считаю Что это Next Gen BoxNax машин Да На этом мы порешим Да Давайте короче Хотели рассказать Про наши впечатления Я тут Посмотрел Сериал Который Называется Troop Seekers Искатели Истины Или Искатели Правды Как его назвали На кинобоиске И Там играет Ник Фрост И Саймон Пэк Вам еще Нужны Какие-нибудь Все 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 Качаю Да Мне кажется На этом я могу Просто остановиться Вы идете Идете смотреть Для тех Кто не знает Кто такие Ник Фрост И Саймон Пэк Это Два Британских Ну Иногда комика Два британских Актера Которые В общем-то Умеют Работать В тандеме Все их Фильмы Которые они Снимали вдвоем И где они Снимались вдвоем Вышли Хорошими То есть Я не знаю По-моему Ни одного Фильма В котором В котором Они вдвоем Бы снялись И фильм Казался бы Говном Потому что Ник Фрост Отлично Оттеняет Саймона Пэга А Саймон Пэг Удивительным Образом Хороший Актер Ну то есть Мне никогда Он не нравился В миссии Неуполнимой Если кто Помнит Такую Но В комедийных Фильмах Он всегда Отлично играет То есть Прямо Супер Короче Про что Сериал Сериал Рассказывает О том Как Монтажник Который Тянет Коксиальный Кабель От Телевизионной Компании Заодно Устанавливает Всякие Интернеты Wi-Fi Роутеры И прочее К нему Приходит Напарник А он Типа Работает Только Один Напарник Потихонечку Выясняет Что Главный Герой Он Ведет Ютуб Канал Искатель Правды Truthseeker В котором Он Разоблачает Всякие Паранормальные Явления Типа Про Призраков Про Инопланетян И так далее И тому подобное Всякие Теории Заговора Прикол В том Что После того Как К нему Приходит Напарник Все Эти Вещи С ним Начинают Происходить На самом Деле То есть Это такая Комедия Я бы Сравнил С охотниками За привидениями То есть Плюс Минус Вот такое Сериал Такой Своеобразный Британский Юмор Местами смешно Местами не очень Но в принципе Вот производит Впечатление Довольно хорошего Сериала И опять же Мне нравится Связка Пега И Фроста Они вот реально Очень хорошо Отрабатывают На все деньги Что называется Я вам советую Этот сериал От Амазона Риджиналс Я не знаю Где его смотреть Легально По моему По моему Он есть На Амазоне В России Абсолютно Идеи Можно купить Я его Естественно Смотрел В домашнем прокате Не буду Говорить где Так что Там Все хорошо И прекрасно И ради Ради бога Смотрите на Британском Английском С субтитрами Если не понимаете Английского А если вообще Не понимаете Английский То у нас Есть один спонсор Который в этом выпуске Презвучал Он вам поможет Слушайте А я хотел В свою очередь Очень посоветовать Игру В стиме На ПК Потому что Я же пекарь У меня больше ничего Дома нет Буквально Из игровых платформ В раннем доступе Да В раннем доступе Это шутер Продоус Который мне на самом деле Советовали заценить Наши слушатели И Я таки сдался Я таки Продоус взял И я прям в диком восторге Я целый вечер Провел в нем И не вылезал Она же бить как Как игра В низком разрешении Запущенная В высоком разрешении Смотри Продоус 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 Вот в чем Там абсолютно Современный Графон Самой локации Локации сделаны Современным освещением Современными эффектами И прочим Но Все враги Оружие И некоторые эффекты Они на самом деле Трехмерные Но на это все Наброшен То есть они Меняют там Освещение На них работает И все такое прочее Но там наложен Шейдер Который превращает Это в такую Имитацию спрайта Из второго Дума Это чем-то напоминает Знаешь что Стилизацию System Shock Ремастерит Там же тоже Типа Вроде как Современная игра На Unreal Engine Но Выглядит Она так Как будто Она в 320 На 240 На твоем PNTIM 133 Работает Она реально Классно выглядит Очень стильно Это хорошее Я именно подчеркиваю Хорошее сочетание Ретро Стилистики Современных технологий Оно прям очень здорово Заходит Во-вторых Это очень злой шутер То есть смотрите Если вам не понравился Doom Eternal Потому что вы тернули Много надо Там переключаться На бензопилу Мало патронов Надо прыгать А вы хотите Просто ебать чертей Вот Produs Это про ебать чертей Там есть только локации Секреты и стрельба Стрельба охуенная Ганплей вообще роскошный Джипсы летят Во все стороны Кровь просто фонтанами Забрызгивает Каждый коридор То есть Разборки Супер мясные В этом плане Produs Сейчас Там компания Где-то на 5 часов Она в раннем доступе Но это абсолютно Нормальная Хорошая игра И если вы Чего-то недополучили От Doom'а И вы любите Шутеры такого плана Горячая рекомендация Попробовать Потому что Это фактически Такой классический Doom Злой Динамичный Классный И кстати Очень дорогой Он в Steam стоит По-моему всего 400 рублей Ну да Ранний доступ Камон А не должна стоить Да Да Короче Короче совет Не смотреть на то Что ранний доступ Она сделана лучше Чем очень многие Готовые шутеры И ощущается Совершенно прекрасно На кувалку У нас кстати спрашивают Можно ли ее запустить На картошке Она без проблем На картошке запускается У меня в минималках Извини GTX 580 Чтоб ты понимал Фигула себе 580 И короче Процессор 2 гига 4 ядра Грубо говоря 2 гига 4 ядра Игровая видеокарта Да Все понятно Все понятно Да Ну отлично Мы переходим К нашей замечательной рубрике Самые интересные статьи Прошлой недели И первая статья У нас Про тесты На коронавирус Да На самом деле Очень Это даже Скажем так Не то что статья Это Прям такой Большой документ В журнале Nature Вот Я прям Очень вам советую Ее почитать Потому что Она объясняет Суть того Как делаются Быстрые Тесты На коронавирус Которые делаются Соответственно ПЦР Тест на антиген И тест на антитела Соответственно Тут прямо Распределяется Объясняется Каким образом Их Короче Когда они могут Работать точно Когда не точно Когда они дают Как бы Результат Типа Соответственно Положительно Отрицательный Там типа Положительно В смысле Ложно-отрицательный Ложно-положительный Допустим Да Короче И соответственно Распределение по странам Где кто Как Кто Что делает И соответственно Очень большое количество Информации О том Как все эти тесты Работают Почему одни из них Точны Почему другие из них Не очень точны Почему одни из них Делаются быстро Другие медленно И так далее Тут прям Очень крутая статья Она большая И очень круто Все расписано То есть если вы Хотя бы Хоть чуть-чуть Хотели понять Что это вообще за тесты Какие из них Нормальные Какие ненормальные Как они работают И для чего они нужны Именно про то Что касается Текущей темы С коронавирусом Обязательно Почитайте Реально Охренительная статья Я очень советую Вторая статья Которую мы Хотим вам посоветовать Она на сайте ДТФ Называется Самураи Динозавры Звездные войны И она рассказывает Вот так вот Он снял Он снял Кучу Что я смотрел Что я смотрел В принципе Бля Все Пойду смотреть Сука И он снял Клонические войны Совершенно замечательные Короче Почитайте Удивительная биография Совершенно замечательного Аниматора Очень советую Да А я вам хотел посоветовать Не статью А Как ни странно Видео на ютубе Довольно известный канал Который называется Вайскрэк И Они рассказывают о том Как Дисней Дисней Сломал Культуру Обучения Детей Сказками То есть Я не буду вам спойлерить И показать видосы Я вам тоже не могу Потому что там Куча диснеевского контента Но общий смысл какой Есть Какая-то сказка Там допустим Вот сказка Про Буратино Ну Какого Пиноккио Да Автор Этой сказки Он подразумевал Одно Дисней Когда подходил К реализации Этой сказки В мультфильме Подразумевал Совершенно Другое В результате Из общей памяти Человечества Изначальная Изначальный посыл Скажем так Этой сказки Он просто пропадает Остается только Выхолощенная И Довольно Стандартная Диснеевская мораль Там приводится Куча разных Примеров С разными Сказками С разными Мультиками Диснеевскими Но это Так скорее Знаешь Видос Из серии Наподумать Ну то есть Куда мы все Катимся С мыслом Да Вот именно так Короче Советую Видосик Сейчас вам Скину Ссылочку Прям в чат И Последняя Статья Которую Мы хотим Вам посоветовать Она вот Повел Столько что И мы пока Писались Ее прочел Добавил Дизайнер Приложение Халид Или Халид Как удобнее Это Супер Крутое Приложение Для айфона Если вы Занимаетесь Фотографией На айфоне Для того чтобы Снимать RAW снимки Да RAW снимки Редактировать Метадату И карты Глубины Короче Супер Крутое Приложение Так вот Дизайнер Этого Приложения Потестил Айфон 12 Про Макс И у него Там шикарные Сэмплы Он очень Круто Раскладывает Тех Часть Того Как работает Сенсор В новом Айфоне Того Как работает Крупный Пиксель Как вычислительная Фотография Еще работает Как улучшается Вычислительная Фотография От этого Всего Короче Это мега Крутая Статья Даже Если Вам Насрать На Айфон Обязательно Почитайте Потому что Она очень Хорошо По паучкам Доступным Языком Она на Английском Это важно Рассказывает Про то Как работают Современные Мобильные Камеры Очень Очень Рекомендую Я тоже Прочитал Статью Очень Советую Она реально Офигенная Вот это Крутой Обзор Айфона 12 Про Макс Прям Вот Да Слушайте Мы постарались Рассказать Про кучу Важных Крутых Штук Дело В том Что Мы напоминаем Вам Что подкаст Существует Во многом Благодаря Нашему Патреону И людям Которые В общем Нас поддерживают Даже Если Нас не поддержите Деньгами Просто Присылайте Классные Штуки В виде Донатов Или Комментарии Клевые Пишите Или Присылайте Нам письма Какие-нибудь Душевные Или пишите В Твиттере Слова Поддержки Это тоже Очень На самом деле Позволяет Нам сохранить Бодрый дух И это Для нас Важно Но В первую очередь Конечно Мы хотим Поблагодарить Тех людей Благодаря которым Мы все еще Выходим И в общем-то Благодаря которым Мы понимаем Что наш подкаст Кому-то реально нужен Это те люди Которые нам Заносят Больше всего На Патреоне И мы хотели Поблагодарить Алексея Пазникова Арсения Вайса Дмитрия Коробенкова Женя Тонева Ильина Егора Лубневского Диму Михаила Аронова Сережи Шатальникова Стримера Элберна Ярослава Хорищенко Алекса Колова Алексея Кольцова Антона Серебренникова Артема Логинова Артура Галиулина Дениса Бондаренко Дмитрий Лобаков Евгений Бетрунко Papalingbook.com Funko PopRussia.com Коллекционные фигурки В России FX4Trader.ru Григорий Яффа Илья Кузнецов Иван Ткачев Джаггер Меш Майк Брюханов Мистер Берни Мистер Валери Нексен Су Никита Стрельников Орех Пан Котик Кстати с паном Котиком Я сегодня виделся даже Привет ему большой Павел Петлич Павел Стариков Полониум Радамса Реплей Гейм Кафе Открытые Тонки Все еще В Петербурге Да Слава Украине Ти Юджин Валерия Неборская Владимир Ходоков И Зив Спасибо вам большое Ребята Спасибо огромное И спасибо всем тем Кто нам Хотя бы Доллары заносит Нам на Патреоне Мы вам очень благодарны Вот Да Слушайте Давайте посмотрим Последнее По поводу Донатов Да Донатов у нас больше нет И хорошо Спасибо вам что смотрели Спасибо вам что донатили Я думаю что на этом Мы закончим Я напоминаю вам По-дружески Что в смонтированной версии Которая выйдет Когда-то Теоретически Послезавтра Будет еще один блок В котором мы обсуждаем Финтех Блок здоровый Но его очень интересно Слушать и смотреть Потому что Мы сегодня Когда его писали Я прям сам получил Огромное удовольствие От разговора с человеком Так что такая история Не забывайте про это Давайте До следующего раза Всем пока-пока Пока Счастливо ребята